Девушки отдыхают 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 Сейчас уже Девушки отдыхают 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 Эвелин Девушки отдыхают 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 Лар! Что же глаза гибли? Лёфи! Скалорная фраза, что Лилфер брал с ума. Гонял с надёждой Лилфи. Джонни, груз! Как там называлась бомба? Мушидо-2. Качай! Нам надо сваливать! Демалитрон! Ну, погнали! К вам идёт спецнабж! Бегите! Стреляй по кабелям! Закрывайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это ещё не всё. Надо скормить это их подсети. Ну, конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это всё ради твоей ебаной фанатки. Прости, бестия. Тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. Тебе идёт ещё отряд. Обожаю. Да все меня обожают. Взять его! Взять его! Несём бойку! Стоп! я рядом с точкой доступа подключайся классный ледокол импортный интересно кто бы теперь мог изменить протокол под сети очень интересно ты помочь можешь могут ли пауки ловить мух есть паутина без вопросов спасибо мёрфи сейчас на всякий случай мать моя кибер-женщина неизвестная террористическая организация выпустила манифест в котором пригрозило разрушить тарасака tower здание срочно эвакуируют террористы заявили что хотят цитируя свалить памятник корпоративному колониализму конец цитаты в ответ мэр найти тем более эбуники выступил с заявлением о том что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента который наблюдает за развитием событий у арасака это все готово теперь уходи они поднимаются беги на крышу черт это адам смешер джонни беги дарфи двери заферс но долго не выдержат беги джонни вали оттуда смешер а я говорил малыш говорил что я тебя однажды прикончу а Да, я еще живу. Понял. Я вернусь. Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А чё это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Кажется, шеф недоволен вашей работой. Молодцы. 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 Смотри-ка. У меня получилось. Молодцы. 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 А ты... ты кто такой? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дейтorzok ДимаTorzok 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 Ты слишком много хочешь от такого дедулей, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Севдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые будет эта в***ка, чтобы он быстрее меня убил? Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. С***ка. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах, да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспеши. Мисте, стой. Насчет Джеки. Что? Мне тоже жаль, что Джека больше нет. Джеки был особенный. Очень богатый духовно. Многие будут вспоминать его с нежностью. Не печалься. Он будет рядом. А как же ты? Со мной все будет хорошо. Жизнь прекрасна и сильна. Намного сильнее смерти. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Я выберусь отсюда. Ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курева? Я не курю. Так пойди и купи. Мне всего одна нужна. Последняя. Да что это вообще за херня? Не понял. Ты б***ь кем себе возомнил. Отвали ты от меня. На кого ты работаешь? Говори. Чё? Чё? Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Свали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наше сознание соприкасается. И я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться? Это только копия Энграммы. А есть и другие. Должны быть. Я... Я убью тебя! Давай. Что тебя останавливает? Я убью тебя! Как пожелаешь, Лайт-Сити. Если вы живете в Онтсане, то, то, что вы живете в Онтсане, Я убью тебя! в оцене, мои кромированные друзья. В это вас хорошие... Город Токимура. Надо встретиться. Приходи в Дайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер дома. Я буду там. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что остаетесь на 54-м канале. Привет, это Арифы Балл и новости WNS. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Бюнсенс Райан ушел из жизни. О смерти Райана сообщила его семяство. Он верно скончался во сне. Точная причина смерти пока неизвестна, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Пункции Райана на оставшийся до выборов срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлдом Холт. Холт также объявил, что сам примет участие в предвыборной гости. Сегодня все мы оплативаем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йорино Буарасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от Чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с Чипом? Ей помогает корпорация? Вы задаете слишком много вопросов. Мне интересно много того, что ты знаешь. Может, лучше скажите что-то, что интересно мне? Я хочу жестоко наказать Йорино Буарасаку. за совершенное убийство. Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Йорино Буарасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Йорино Буарасаку. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что, такие зайдем в Йорино Буарасаку Тауэр и объявим всем, что Йорино Буарасаку преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват Чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот Чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более, Андерс Хельман бежал из-за Росаки. Он предатель. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Че слышал? Так и Мура не надо. Ах... Хотя бы один из вас не кретин. Том хороший парень. Просто он говорит все, что думает. Он похож на моего отца. Отец тоже всю жизнь работал поваром. Отец. 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 Жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься? Типа ничего и не было? Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и ни хуя никого не помню. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Вон там. Эй! Кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память на лица. Бар закрыт. Прости, Чумба. Мне нужна Эвелин Паркер. Ее здесь нет. И, в общем-то, довольно давно уже не было. А не знаешь, где ее найти? Не знаю. Она мне не докладывает. Лучше спроси у Джуди. А Джуди где? У себя в студии? По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Только без глупостей, а то я тебя выведу. Ясно? Эй, эй, давай еще раз. Че конкретно тебе от нас надо? Уговори, Джуди. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. С Юзи, мы не договорили. Да нет, ***, договорили. А тебе чего? Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Вообще-то ты тоже к этому причастна. Налета бы не было, если б ты не помогла ей с брейндансом. Вы же меня в это втянули. Ты и она. Я знала, что это плохо кончится. Я вам сразу говорила. Будешь изображать жертву, да? На тебе нет ни единой царапины. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей, ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мега-башня. Статусное место. Стой. Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Ты же не к Эвелин пришел, а за виртами Джуди. Да? Годные штуки. Сама посматриваю. Джуди мастер своего дела. Ее вирты настоящей жемчужиной. Это точно. Это точно. Единственное, что мы можем тут получить, это пи***ы. Причем, скорее, в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пи***ить. Бугадик. По-твоему, если вык***ли задувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. То есть биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу. Но такого еще не случалось. Я ищу Эвелин Паркера. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь? Прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно. Иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слова. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться? Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты на ***, Жуни? Эм, спасибо. Желаю вам приятного отдыха. А ты у нас, оказывается, извращенец. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут... Винсент? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри. Ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. Мне сказали, тут исполняют самые смелые желания. Не этого я ожидал. Любые невыполненные желания со временем превращаются в потребности. Наша задача — находить их. Для этого мы здесь. И какая у меня главная потребность? Примириться с тем, что ты уже умер. И начать жизнь сначала. Пока не получается. Видимо, придется мучиться дальше. Страх смерти заставляет нас делать то, что мы делаем. Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Ничего не изменилось. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Те, кого я потерял, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть – это не разрушение. Не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Я боюсь стать кем-то другим. Забыть, кто я есть. Ты и так становишься кем-то другим. Каждый день, каждую секунду. Но я все-таки чувствую связь между тем, кем я был и в кого я превращаюсь. На самом деле, ты боишься стать тем, кого ты совсем перестанешь узнавать. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступал. Даже когда, возможно, стоило. В Нейт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой. Добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется. Но всему приходит конец. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер? Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что... Нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило, но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное в последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь? Какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Скорее тяжелая жизнь. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Я хочу поговорить с Эвелин Паркин. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все бестолку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет. Просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубман. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты. Решает вопросы. Само собой. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за *** тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Ты думаешь, они правда ничего не помнят? Эй! Клиент отсюда, вход запрещен! Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол. И охмурила какого-нибудь богатого оленя. Эээ, мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. А остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньяк, который охотится за своими бывшими по всему городу. Ну это ладно. Я тебя слушаю. У тебя есть инфа, у меня Эдди. Честная сделка. Назови цену. Ты что-то попутал, мальчик. Тут за Эдди покупают шлюх, а не стукачей. По-твоему, я похож на шлюху? Я же сказал, что ты похож на делового человека. Ты не слушал? Надеюсь, деловой человек в состоянии отличить небольшое пожертвование от взятки. Я бы еще так поболтал. Но лучше скажи прямо, почему ты клонишь? Мне кажется, мы можем решить все вопросы мирным путем. Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Это ты тут усложняешь? Послушай внимательно. Я рано или поздно ее найду. И после этого с некоторыми людьми начнут происходить разные вещи. Будет печально, если среди них окажешься ты. И тебе кажется, что с тобой вещи не произойдут? А ты угадай. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. Твоя телка, как ее, Паркер. Ее тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всем разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ***ся, хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ. Ее утилизировать. Ты ее убил. Нет. Я нашел Рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Несли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою. Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Хельмана. А, п***ц! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, х** тебе от меня надо. Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с Чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты настолько больной на голову, что у меня слов не хватает. Да нет. Я просто успокоился, подумал и понял, что раз уж судьба дала мне шанс, нужно им воспользоваться. Типа развлечься по полной? Увидеть северное сияние, мехобыков и стадо газелей на сафари? Закончить то, что начал. Раз я вернулся в игру, надо уделать Росаку. А для этого мне нужен ты. Меня еще никто не вербовал в террористическую единицу. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от Чипа, а я раздавлю Росаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Росаки появляется возможность натравить на тебя и скин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью? Да. Так ты и стал конструктом. Именно. Молодец. Так вот, Микоши — это логово Душегуба. Там он хранит анграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Росаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Нет, да я уже. Спасибо. Ви, ты все-таки мне позвонил. Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Финкерс. Еду к нему. Вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Атмосферка тут что надо. Эй, ты, мудасвон! Сраный ты кусок говна! Шопу тебя, ебаный! А ну, стой! Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Он тебя бесплатно зачипировал? Пи***ишь! Ага. Выглядит бедненько, зато работает. И не попросил с тебя денег? Да? Даже в рассрочку? Я же говорила, мы их за операцию... Вот и сказал. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение. Наши общие проблемы. Я связался со своим старым другом из-за рассадки. А ну-ка, не забудайся. В Найт-Сити. В него есть связи с очень влиятельными людьми. Ну и как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в кампэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Ладно, где и когда встречаемся. В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Я тут по делу. Надо кое с чем разобраться. Может, просто от*****шься, чтобы потом никому жалеть не пришлось. Ай-яй-яй. А что сразу так серьезно-то? Я же просто пошутил. Ладно. Шлам, пропусти его. Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне так... Привет, Ви. Эй! Тут очередь! Эй, куда вообще прешь? Садись и жди свою очередь. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. А у Фингерса не было проблем с шельмами? Нет, с чего бы. Я слышал, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сам понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? Особенно генетируется. Эй, что за херня? Ну, что там? Эй, тут вам не притон в пасифике. Ждите своей очереди. У меня есть пара вопросов. Чем быстрее ты на них ответишь, тем быстрее вернешься к пациентам. Что ж, сложно спорить. У молодого человека железная логика. Получились невозные ожоги и токсические расправления. Швецкая академическая премия по литературе... Знаете, пациентка будет чувствовать себя немного неловко, если я оставлю ее без половины личика. Гранчестерн, искусственный интеллект от компания... У века повреждена сократительная мышца. Она не сможет полностью закрыть глаз. Думаешь, я сам не знаю? К сожалению, иногда приходится работать с детальками второй серии. Ну да. А также третий и четвертый тоже. Я вижу. Ну и что? Мне кажется, такой вариант лучше, чем ходить без панелей и без век. Мы ищем девушку. Ее зовут Эвелин Паркер. Она лечилась в твоей клинике. Да. Давайте поговорим, когда я закончу операцию. Хорошо? Нет, сначала поговорим, а потом поиграешь в доктора. Ну, придется подождать, милочка. Видишь, какие обстоятельства? Стой, а как же мой класс? Ну, 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 перестань. Вытри слезки. Сейчас замкнет. Вот и что мы будем делать? Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет. Такая техника не регистрируется. Никаких фамилий. Ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но... Вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Ближе к делу. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блин, кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Не говори так о ней. Она меня оскорбила. Так, чем быстрее ты все расскажешь, тем быстрее мы оставим тебя в покое. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего, там, где девушки становятся звездами нелегальных брейндансов. Больше я ничего не знаю. Где мне ее найти? Мне что, надо повторить еще раз? Я... я не знаю. Любой на моей месте поступил бы, как я. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали два амбала. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивые, а я же не идиот, таким людям лишние вопросики задавая. Ты не идиот? Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Ху** вам! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле, они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про Вирты с какой-то бабочкой. Мал, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком ее нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Джуди права. Из-за таких, как ты, в городе невозможно жить нормально. Ты получил, что хотел? Тогда нахуй отсюда быстро! Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Эй, Ви! Слышишь меня? Слышу, че орешь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тир, призы, все дела. На стрельбище у меня. Да уж я догадался, где. Ну, ты в деле? Нет, Уилсон. Для забавы не стреляю. Достойная позиция. Ну, ладно, это... Тогда до скорого. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну, да. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил. Может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта удовольствия Найт-Сити есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Ты что не так, отвечаешь тоже ты? Неужели, аж сейчас кешки вынули? Ты тогда к ней обезпочек? Субтитры сделал DimaTorzok Мне нужно что-нибудь сырое, настоящее У меня все... Я зайду как-нибудь еще Наверняка А ты что, покупаешь что-нибудь, или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны Особого рода Особого? Агент, что ли? Копы же как дети Мама не разрешает им гулять одним по таким районам Ладно, ладно Я на всякий случай Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть От мертвой головы Хм... Да ты, я гляжусь, ценителей Только учти, мертвая голова и стоит по-другому Ну покажите, что у вас интересного Приятно иметь с тобой дело Ага, и, короче, один из них увидел тут свою мамашу Она так же говорила, что работает в отеле Жесть! Залезай Летви Дай подготовиться Цепляй пока обруч и все остальное План такой Ты будешь смотреть, я походу редактировать Готов, жду тебя Описывай все, что видишь Может, заметишь то, что я пропустила Готов, жду тебя Вилья, я включила режим изменений Можешь осматривать, что хочешь Не повезло Где-то я это уже слышал Похоже на мусорщиков Громкость выкрутили до предела Видимо, чтобы заглушить крики Видишь что-нибудь? Может, они оставили что-то важное? Переключи слои Это наверняка мусорщик Других таких стиляг в Найт-Сити не найдешь Заказ недавний О, этот божественный аромат синта-кофе Дешевое говно Еще и остывшее Логотип Бак и Слайс Кофе остыл Явно стоялся вчерашнего дня Пицца выглядела свежей И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс При том, что там и со вкусом проблемы И с продуктами Никто не поедет с другого конца города Чтобы сожрать кусок пенопласта Короче, ищем станцию электриков Рядом с которой есть Бак и Слайс У электриков была большая станция в Чартер-Хилле Бак и Слайс там тоже есть Но это все равно догадки В любом случае Нам на электростанцию в Чартер-Хилле Других зацепок у нас нет Больше мы из этой записи не выйдем Ладно, поехали туда Ясное дело, ты со мной? Да, поехали Погнали Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели Если они пишут только смерть Перестань Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип В конце концов, такие работницы на дороге не валяются И мы на месте Ну что, идем? Найди пока вход Я останусь и проверю подсеть Может, там остались какие-нибудь планы комплекса Как только что-то найду, присоединюсь А пока будем на связи Ладно, я пошел Субтитры сделал DimaTorzok Привет, я Джиллиан Джордан Не трогай! Ну что такое? Это Эвелин Только не трогай ее Если она пишет, ты сожжешь ей мозг И я разорву соединение Возьми его и скажи, когда будешь отключать Я разорву соединение одновременно с тобой Ну что, я готов Я скажу, когда пора Я тоже Раз, два, три Давай! Слава Богу Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда И поскорее Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты Понял Идем к лифтам Ну давай, тебе трудно что ли? Ну хотя бы одну Ради меня Ладно, пожалуйста Можешь хотя бы куриться Мне насрать Ох, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони И не говори мне, что тебе не стало легче Ну что, заходим? Дадим им немного времени Ты же видел ее? Если бы от меня что-то зависело Я бы вернул ее в сознание И допросил прямо там На студии Только от тебя тут ничего не зависит Идем Ааа, блядь Вроде уснула Ну, мне так кажется По крайней мере, закрыла глаза И перестала трястись Я бы ее давно убила Если бы мне ее не было так жалко Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе Я чуть тебя не послала Джуди, у меня не было другого Знаю Все нормально Тогда я не понимаю Сейчас поймешь Я тебе покажу вирты, которые нашла Окей, показывай Погоди Дай установлю параметры Посмотрим Правда ли наша кукла потеряла тар речи Пойдем, Ви Садись Ладно Запускай Пайлы были сильно побиты Особо отредактировать не вышло Ага Хорошо, что вообще получилось их вытащить Сейчас Они загружаются Качество так себе Но я сделала, что могла же На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты Остальное мы вырежем из вирта сами Можешь осмотреться, если хочешь Лица вообще не видно Ну знаешь В обычных условиях такое шифрование легко взломать А в этот раз нет Кто бы это тетя ни была Она серьезный инотранер Или просто работает На пару с таким Сообщение проверить? Только если сумеешь Можешь сделать это Пафе Бори Главное, чтобы у него не было подозрений Старайся вести себя, как обычно А если он сам вдруг начнет говорить о биотипе? Эмм Это не так важно Может быть Но они все из пасифики Это сужает область поисков А если он сам вдруг начнет говорить о биотипе? Биотип, где ты о нем слышал? Биотип не твоя проблема Сними верх, принеси его нам Тебе заплатят Это твое единственное задание Остальное тебя не касается Поняла? Я знаю, что это И что же? Символы Виве Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне Я просто слышал, кто их использует И кто? Говорят, что вадуисты Но это просто слухи Я не то, чтобы на сто процентов уверен Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти Они стараются нигде не светиться Не знаю даже с чего начать И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет Экскурсия в пасифику Отлично Думаю, на этом все Что скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала Да вообще Если бы я знала, во что она ввязалась Ну, я так зла на нее Она должна была только записать вирт Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку И увезти био-чип прямо из-под носа у заказчиков Она стала искать людей, и ее свели с тобой Она вызвала огонь на себя И на тебя Здесь есть еще одна запись Хочешь посмотреть? Запускай Меня уже ничто не удивит На каком языке она говорит? Не знаю На кривольском Раз уж это водуист Постойка Кажется, у меня где-то был автопереводчик Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона Интересно, что говорят с той стороны? Есть Погоди секунду Надо перевести, что они говорят Вдруг что важное Опа Я, кажется, нашла сборку автопереводчика Он должен быть совместим с твоей системой Давай установлю Эти документы Кажется, что мы можемörperеть У меня ¡ bin я, Брюгель! Я кьяна! Я хочу отчать Я, как, продал У меня, я убил У меня с Левером Грюкст у нас Мы неarted Сверктуем У меня Грюкст- Дребюкс Окей, Джуде Вад 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 Брюкстен Отключаем. Ничего не понимаю. Причем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было сто лет назад. Ви, ты не знаешь? Слишком долго рассказывать. Ничего. Я с удовольствием послушаю. Если можно, не сейчас. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. А, конечно. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом био-чипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блин, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. До скорого, Джуди. Ага. Спасибо, Вин. Вин, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами. С их боссом. Поможешь? Так, так. Значит, заходим сразу с козырей. Хм. Босс вудуистов. Мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточните, да. А, у меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить. Вон там. Что дальше? Вызываем наряд или по-быстрому пристрелим этих, затащим внук? Привет. Залетай. Делки-лок-долочки, сердце не считает. Что, засажешь? Нет. Все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Не надо орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Бести, есть разговор. Все в порядке. Ты не знаешь? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Иросаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатна. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс и Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Росака Тауэр. Как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми. Без исключения. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Росака Тауэр. Помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. А, ты подготовился. Конечно. Ты меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай эти. Ага. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. И правила. Угу. Ну, тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Ви? Что-то ты пропал совсем. С тех пор, как Джеки не стало. Мама Уэллс, я правда хотел позвонить, но... Вы же понимаете. Всегда находились какие-то более важные дела, да? Что случилось, мой мальчик? Просто хотел узнать, как у вас дела. Как вы себя чувствуете? Плохо, Ви. Родители не должны хоронить своих детей. А мне даже с этим в жизни не повезло. Но ты обо мне не тревожься. Я справлюсь. Ты же, наверное, до сих пор занимаешься... тем же, чем раньше. Береги себя, не лезь на рожон, ладно? Пусть он хранит тебя, Михо. Береги себя, если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюрать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции об режиме. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя затронуться или кивнуть тебе. Что-нибудь такое. Понятно. Спасибо. Добро пожаловать в Пасифику, Вин. Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Добро пожаловать в пасифику. Это ты, заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Интересно, вы ведете дела у себя в Пасифике. Никаких деталей, никаких имен, никто ничего не знает. Мы знаем твое имя. Этого достаточно. Мне нужна Брижит, она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Иль-Бу-Фо-Сим-Луа. 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 Эй, по-креольски я говорю так себе. Я не говорю тысячи языков в этой городе. Мы-то, мы говорим только. Не повезло мне, да? Так сюда рвался, а ничего не понимаю. Как транзляция, не знаю. Мне нужен Пласида. 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 Пласись こін! Пласись вот! П совет. Она mismo! Пласись! М ugh. Пасись! Я к вашему главному. Кисаут. Кстати, я о вас кое-что слышал. Говорят, водуисты, лучшие нетранеры в городе. Но слухом верить себя не уважать. Никто толком не знает, что вы делаете в сети. Это хорошо. Самый продвинутый черный софт, взлом корпоративных баз данных, сетевые войны с дозором. А вот про куриц никто не говорил. Мне нужна Брижит. А пришел ко мне? Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Что это? Клубок неразрешимых противоречий? В городе? Сюда. Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то, чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корбораты кормят курицу. Она несет звонки Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует гимн Гранд Империал Моу. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили локом. Ну, вот и боже. Нет. Что, для тех, что вкусные и животные люди? На нем? Нет, что они. Да, что мочи. Птицы. Нет? Да, что-то. Нет. Мы вам не приезжают. Спасибо. Пошли. Ужи на бельку. Раньше имел дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из Гима? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? Тридцать, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви! Последний рывок. Финишная прямая. Прекрати. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А что вы своих в гимне пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Из-за него я и здесь. Мне надо показать, этот чип Брежит. А ты не знаешь, что на нем? А что должен? Он же все равно уже сломан. Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация. Карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Угу. Кам юнэт. Двадцать тридцать пять. Ноль семь. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда кам юнэт приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Брасид. Папман Келли аптисанок, огои. Фэмэпотэ. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нитранерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с камьюнэт. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключу тебя через Агвэ. Наши сети. Что? Зачем? Через Агвэ я буду слышать то, что ты слышишь. И видеть то, что ты видишь. Я пройду тебя через Гимн. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Ты? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Вроде да. Хочешь разбиться? Сначала сделай работу. Это мои люди. Поговори с ними. Дэви? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да. В гараже. Сзади. Только тсс. Тихо. Ладно. Что-нибудь интересное происходило? Нет. Пока мы здесь. Все тихо. Кто входил, выходил. Ну, они выбрались за едой один раз. Массы много не бывает, Чуба. Качайся, пересом. И не отрывайся от стаи. Да, блядь, такой нервный стал. Меня теперь все бесит. Так и круто. Муфим быть самое то. Я внутри. Вижу. Проверяй комьюнет. Ладно. Что это было? Ничего. Наш нейтронар хотел в тебя вселиться. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть, он знает, что я тут. Проверяй комьюнет. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агвы. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Ладно. В чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нефть. Что? Пласит, что? Он нас отрезал. Отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Да. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. За камью на эту дверь. Я ее открою. Теперь иди на второй этаж. К кинотеатру. Малавария. Продолжение следует. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Классит, в чем дело? К тебе ловится аркет. Я зайдусь. Отвлекайся. Круга, я его не удержу. Он в адресите сальпы животных. Убери его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подключись к нему. Нужны их данные. Ясно? Сначала. Классит? Эй, тише, тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной пасификой. Выиграл немного времени. Решай. Главное, чтобы это было быстро. Всё, давай перейдём сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли, особый агент Дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он всё видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько Вудуисты тебе платят, но наш кошелёк толще. Всё-таки пойду по плану. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, Ви, ты жив? Что случилось? Что, не видишь? Вудуисты тебя на***ли чуть не сдох. Они сразу хотели пустить тебя в расход. Вот тебе и благодарность за помощь. А если это меня Дозор обнулил? Вудуисты могли не знать, что я выжил. Ага, ну значит, Пласси должен расплакаться от радости, когда тебя увидит. Погнали в Батти. Расставим все точки над И. Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Твою мать! Хочешь поговорить с Плассидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Поехали. Я думал, ты все. Что за х*** ты устроил? Мы потеряли связь. Это нарушило план. Х***я! Я видел, как вы стираете агентов. Не надо пи***ть, что это все было без твоего ведома. Так что не держи меня за идиота. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мосли, он сильнее, чем мы думали. Своих? Это кого? Брижит и других. Дозор удерживал их во льду. Понял? Вся эта операция была в твоих интересах. До нее ты не мог поговорить с Брижит. Бл***ь! Ты не мог мне этого сказать до того, как посылать в логово врага? Хасе, надо уходить отсюда. Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту. Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Да, видела. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про Биачи. Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Плассит. Ты узнала Биачи, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. Думаешь, я пущу тебя к себе в голову? Честно говоря, ваш кредит доверия у меня скоро уйдет в минус. Ты пришел в неурочный час. Это ты типа так извиняешься? Я извинюсь только, когда мы договоримся о цене за чип. Если он в хорошем состоянии, конечно. Состояние Биачи пооставляет желать лучшего. Собственно, поэтому я и здесь. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Тогда ты первый. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаите. Теперь мы справляемся без них. Сюда. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеке. Пласид не знал, он... Я надеюсь, что ты не знал, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет. Часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Все штаты были соединены. Все штаты были снижены. Немного начинали. Хорошо. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с Конструктом. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Так, так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Аросака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен. И мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как Энграмы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альтой? Мы выделим с биочипа уникальную часть Энграммы Сильверхэнда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, эй. Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон. Только что сказала. Дирекционная коннекция. Дирекционная коннекция. Фух. Можем работать. Можем работать. Где мы? Это наша Борда. Цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхэнда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные о Бальт. Только о ней. Это займет всего... Брежит. Что происходит? Что происходит? Сильверхэнда. 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 Ты перегнул. Сильверхэнда. Ты перегнул. Сильверхэнда. Сильверхэнда. Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и подожжешь. Симверхэнда. 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 Сильверхэнда. 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 Это не твоя личная группа. Ты тут не один. Джонни. 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 Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись. Это *** сорты или... А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Силверхэнда. 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 Субтитры делал DimaTorzok Это было классно Да Даже жаль, что у нас ничего не выйдет Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый *** кайфовый момент испортишь Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Нормально же общались Что тебе не нравится? Обижаешь подруга Ты же знала, на что подписываешься Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный *** к Джонни Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный Я бы слова не сказала Но? Но все это фикция Как и этот концерт Как и ваш самурай Это фальшивка Обман зрения Ты не рокер, Джонни Просто прими это Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки Пускать пену изо рта И скандировать смерть Арасаки А, то есть ты хочешь меня перевоспитать Ну что ж Не ты первая Поверь мне Очень надо Я в такие игры не играю Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь И только ты можешь с этим что-то сделать Имей в виду На сегодня я уже наебался под завязку Так что можешь выметаться Знаешь Мне казалось Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежна Ты ни хера обо мне не знаешь И нас ничего не связывает Пожалуй, кроме секса Эй Ты куда? У меня встреча Сильверхен Эй Давай я тебя провожу Приступил Что, спиды кончились? Насколько еще ты будешь дуться? Не надоело? До тебя не доходит? Пойдем отсюда Выпьешь с нами по капельке, Сильвер-рокер? В другой раз, Чумба А если другого раза не будет? А? Джонни Нет! Джонни! Уйдите от меня! Джонни! Не трогайте меня! Неплохо тебя отделали Ну давай, подъем Ну давай, подъем В целе две прошло, как я тебя собирал А где Альт? Какая Альт? Она была со мной Он привез только тебя С***, ее забрали И что, никто не видел? Спасителя своего спроси Говорит, его зовут Томсон Это была Арасака Ааа, у тебя во всем виновата Арасака Ха, так она во всем и виновата Надо поговорить Так, ладно На соплях, но держится Посиди тут хотя бы пару часов А то швы разойдутся к херам Ага Джонни Афигу, все равно не послушаешь Что ты видел? То же, что и ты Они приехали за ней А ты просто Был рядом А ты Стоял и задумчиво дрочил из-за угла Размышляя о смысле жизни Если бы я вмешался Нас бы покромсали обоих Скорость реакции у парня заметил? Не успел он, скорее всего Такие запчасти, как у него На дороге не валяются Так Чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет Материал у меня уже был Только его запихнули в фургон и увезли Черт знает куда Ты Будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка Думаю, альт случайная жертва На самом деле им нужен я Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе Росака охотилась на нее Обычная межкорпоративная разборка Окей И чего они хотят? Слово Тушегуб Тебе о чем-нибудь говорит? Конечно Не у каждой городской легенды такое х**овое название Это не легенда Душегуб существует И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу Ты только представь, что Арасака будет творить с Душегубом Подумать страшно Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед Я видел таких Физических повреждений нет даже в нервной системе Никакой агонии и криков Просто активность мозга вдруг прекращается Словно кто-то вынул вилку из розетки Остальное расскажешь по дороге Ты мне не веришь? История стара как мир Арасака хотела меня спровоцировать У нее получилось Ну а ты че? Пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр Отбивать Альт Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду У меня там свои люди Я буду в машине Только давай быстрее Подождешь Сколько надо Где бестия? Сядь И не рыпайся Ты меня лучше не зли Сильверхед! У меня тут счет с твоим автографом Ты видел бестию? Она наверху А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался Джонни! Можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь Да ладно Сейчас вот разговариваю Что теперь? А теперь можешь идти нахер Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно имя Сонни Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял Закрытая встреча Да я только спросить не ссы Ненавижу этот город Этих сколько? Джонни Я тебя не знаю Это не проблема Главное, что все знают Джонни Сильверхеда Хорошо, что я тебя застал Ты вроде говорила, что хочешь уехать Мы ждем клиента Который не хочет светить У меня тоже есть для вас заказ Срочный Но я заплачу Сколько? Знаешь что? У меня и без тебя дело полагает Мое Рокер готов раскошелиться Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа Он пришел поиздеваться В прошлый раз он... Значит, в этот раз Будь умнее И возьми деньги вперед Ну так Сколько, Рокер? Я плачу по двойной ставке По тройной? И сам идешь с нами Если она тебе не доверит Не трать мое время То я тоже По рукам Хорошо Срочный заказ, говоришь? Джонни Ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд Пойдешь с нами Да без проблем Сейчас допью Пора заработать Пора заработать Ты все так же популярен Противник! Осторожно Вертолет? Серьезно? Попусти на этот раз Мне этого не хватало Хорошо Мы победили Неудивительно Надо выпираться Быстро в лифт Есть еще кто? Никого? Нет? Сколько тебя еще ждать? Я тут немного занял Снизу их б***ь Знаешь что? У меня и без тебя дел полно Мы парканули снаружи Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине Кто? Журналист Ты не знаешь У нас потери! Вали его! Пустолет может вернуться Хороший был Скорей! Валим отсюда! Мы сразу за тобой! Так За нами хвост Перекруппироваться! Арасака! Если попадут по машине Нам б***ь А вот это было неплохо Ну вот Кажется и все Прошу где-нибудь машину И поболтаем Так кого нам надо вытащить из Арасаки? На тренершу из АТС Альт Каннинген О! Понятно Ее наверное отвезли в башню Чем дальше тем лучше И что вы хотите делать? У вас Не трать мое время Отвлечем их Немного пошумимо Сыграем Ваши корреспонденты Которые находятся рядом Сарасака Тауэр Сходятся в том Что на площади Было распалено Психогенное вещество Изменившее Поведение людей Неплохо Не трать мое время Ты что Снимаешь все это? Да А что Хочешь передать привет маме? Делай что хочешь Только не мешайся Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет А что такое? Не нравится он мне Пресса всегда к ним Знаешь что? А представь Если его запись По закону подлости найдут Запись Где мы бегаем По Арасако Тауэр Подумаем об этом Когда выйдем отсюда Давай У нас мало времени Пока его прячем Ага Скоро все в порядке Меня атакуют Центральный компьютер Надо его найти Да Ладно Слушайте внимательно Да Я не скажу За кому-то Я Причем Ох 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 Безер Что теперь? Ох 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 Секунду Я что-нибудь придумаю Прикрой меня Закончим Побыстрому Внимание К нам сюда идут Черныши Стреляй Пять секунд и заходим Готовы? Продолжи Через секунду Вижу противника Так тебе и надо На этой двери столько брони Чтобы станка не пробьешь Есть идеи? Дай-ка я Ах ты С*** На-ка Теперь понимаю Три Два Один Идеально Отойди оттуда Настоятельно рекомендую Ей не мешать Что ты сделал с Альт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни Иди-ка ты к х**ам Эй Ты меня слышишь? Альт Альт Нет Только не это Не трать мое время С*** Джонни Ты совсем Ты что Еще пишешь? Это все Что мы можем Рассказать людям Правду Знаешь что? У меня есть Не сменишь Анадя Джонни Прекрати уже Убить его хочешь? Нам надо идти Джонни Она Ну Говори А то лопнешь Не трать мое время Да Тебе тогда не присвоили звание М***ь года Да ты б***ь А что сейчас? Неважно Просто ты мне даже половины про Альт не сказал Правда? Например о чем? Не знаю Что вы были вместе Что она создала души губ Что она умерла Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла Ей удалось сбежать Я видел тело Альт Перешла в сеть Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки Но они ей ничего не сделают И вообще попросила больше ее не искать И что ты сделал? Для начала купил два термоядерных заряда И вернулся в Арасака Тауэр Вудуисты вроде бы знают где она сейчас За черным заслоном Там где ее не достанут Брежит ищет способ за него проникнуть Просто чтобы найти Альт и поговорить с ним Ты, наверное, не потянешь Минуту Так что? У нас получилось? Да Мы получили нужный фрагмент из энграмы Сильверхэнда Теперь все готово для связи с Альт Сначала нам нужно пройти дальше Туда, где уже нет границ За черной заслом Немногие переходили на ту сторону Никто не возвращался Она будет первой Я выполнил свои обещания Твоя очередь Давай ты удалишь энграму Джонни До того, как мы перейдем через эту стену Мы не пойдем туда Ты один перенесешь код на ту сторону Бреть Как я и не догадался Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения Ты доведешь дело до конца Видимо, выбор у меня небольшой Али Как мне перейти на ту сторону? Брежит? Брежит? Альт Альт Джонни Тебе нельзя здесь оставаться? Альт Каннингем Альт Альт Что происходит? Здесь мы поговорим Спокойно Я сам с ней поговорю Джонни Ты прошла за черный заслон Только чтобы меня увидеть Значит все нормально? Ты не слишься? Я распознала код твоей энграммы Но мне неизвестно, зачем ты здесь Хочу получить должок За то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр Ви это Альт Лучший Натранер в Найт Сити за всю его историю Альт это Ви Ты должна спасти ему жизнь Этот чип постепенно меня убивает Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети Я вижу Почему ты считаешь, что мне это важно? Ох... Ох... Нет-то Это ты создала душегу Ты вручила Арасаке ебанное супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт Сити Ты погиб исключительно по собственной воле Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да Альт Каннинген, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести Джонни не виноват в твоей смерти Откуда ты можешь знать? Я видел его воспоминания Это была случайность Ты видел не более, чем его субъективную версию произошедшего Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения Его версия не имеет ничего общего с истиной Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни А что насчет меня? Я не могу тебе помочь Или не хочешь? Не могу Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям В смысле? Это же твоя программа Ты создала душегуб У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало Отлично, тогда давай так Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви Согласна? Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба А затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни После этого я имплантирую твою эндрамму обратно в тело Ладно, план у нас есть Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий Так в этом как раз и проблема Ты создавала их в сети А мы делаем ставку на человеческий фактор Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши Так мы договорились? Да, мы договорились Найдите путь к Микоши А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес борты Мы будем общаться по защищенному каналу А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми Это часть нашей сделки Ты все-таки смог выжить И без твоего участия Я не советую принимать это на свой счет Нам нужен был только конструкт Сильверхэнда Тебе не повезло, ты впутался по воле случая Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются Может мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Просто хотел отдать тебе должное Вряд ли будет другой шанс Хватит Альт могла защитить тебя в сети Но сейчас ты на моей территории Да, я как раз собирался уходить Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альт? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? Смотри-ка, смотри Видишь? П***** красный п***** Неужто ты сейчас расскажешь, как планируешь уничтожать Аросак Я сейчас расскажу, как я ненавижу мелких воришек Которые думают, что если переступили порог по смерти То сразу стали мятежниками Ты думаешь, что борешься с Аросакой? А на самом деле тебя уже раздавили, как червяка И оставили догнивать на обочине Ну погоди, Аросака раздавила не только меня Только мой разум по-прежнему со мной, а не в куске пластмассы Согласен Только я объявил им войну, малыш А что сделал ты? Пришел украсть у них авто? Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом Ну это как раз логично Ты видишь фрагменты моих воспоминаний И о твоих Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои Если это работает в обе стороны То и мне придется жить с тем, что дышом меня поимел Можешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Аросакой Больше не зачем Ты хочешь уничтожить Аросаку и похоронить ее А я не хочу отбросить коньки У нас обоих довольно четкие цели И наши пути как раз совпадают Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись А мне, чтобы ее уничтожить Да сколько можно? Опять ты начинаешь Иди в Микоши Ломай систему Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Аросаку Но скажу только один раз Будешь слушать? Окей Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю Видел, как они превращают Найт Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души Да, но не преувеличивает Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм И не потому, что у меня ностальгия по Старой Америке Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться Борьба с б***кими силами энтропии Ты меня понимаешь? И я буду бороться Чего бы мне это не стоило Придется убивать Буду убивать Нужно будет твое тело Я его, сука, заберу Джонни, погоди Давай... Твою мать Ты пока не видишь опасности Но это пока Твою мать Я в ванной О, боже Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что... Закрой рот Я... я ушла буквально на час С ней надо что-то делать Да, мне проблемы не нужны Позвоню копам Перенесёшь её на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит Да, у нас тут смерть от несчастного случая Нордсайд Джексон стрит Нет Опасности нет Это самоубийство Как так? Нет Сегодня Она умерла Вы не понимаете? Нет Траума Дим не констатировала её смерть Если б у неё была страховка, я бы вам не звонила Если вы не поднимете свою задницу Я приду и разнесу ваш сраный участок к чёртовой матери Не хотите приехать, чтоб меня арестовать, а? Окей, мне п*** что вы там про меня напишете Скоро приедут Предложили подержать её во льду до завтра Представляешь уровень наглости? Ну Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь Ты потеряла близкого человека А они получают по сотне таких вызовов каждый день Ты сейчас что? Их оправдываешь? Нет, не оправдываю Надо хоть одеть её А то она выглядит не как человек, а как тело Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь Пожалуйста Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила Просто мне сейчас нужно что-то кроме воздуха Дай закурить, Вей Ладно, бери Это был её порт сигар Хочешь, могу отдать Нет Раз он тебе нравится, оставь Я даже рада, что он оказался у тебя Чёрт, Эва Это я виновата Я думала, если оставить её в покое и дать время Она встанет на ноги Не понимаю, как так вышло Я думал, Эвелин будет бороться до конца Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась Я больше ни о чём не могу думать Только об этом Технически с ней всё было нормально Кукольный чип работал Значит, была какая-то ещё психологическая травма Я ещё покопалась в её виртах И нашла Дубмана Он держал её у себя Насиловал Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он её продал То есть он не просто хитрожопая мразь, а ещё и моральный урод Выглядел нормальным Он хорошо маскируется Я ведь его знала А тоже не думала, что он настолько отмороженный И с этим пора что-то делать Например? Пока не знаю Позвоню с Юзи Спасибо, Эвелин Прости, мне надо немного побыть одной Я тебе позвоню Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил Если что случится, я всегда на связи Привет, бестия Я с деньгами Привет, бестия Я с деньгами Я готов оплатить заказ Окей Спрось мне данные по Андерсу Хельману Два, пожалуйста Освободи место Садись Надеюсь, ты его нашла Такую целеустремлённость редко встретишь Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти Этого я тоже давно не слышала Бутылку оставь Не стесняйся, можешь угощаться Твое здоровье Твое здоровье Оно тебе понадобится Кто это сделал? Дай-ка угадаю Раньше надо было думать Спасибо, Низ Королева по смерти Кто бы мог подумать На, держи щепку Для ней много всего интересного Посмотрим, что ты нарыла Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости Зато он засветился в секретных файлах Цзянь-Ти Это дочка Кантао В китайской корпусе Это кефиговый листок Кантао проводит через неё разные деликатные операции Понимаешь? Он, наверное, работал над чем-то секретным Теперь его защищают от Арасаки Ага, от Арасаки или другой корпорации Которой нужно то, что он знает Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао Кантао Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою Одно Ави в поддержке земли нет Нагладных на товар тоже нет Странно Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации Если хочет продать что-то из-под полы Но, глянь загруженность, которую вбили в систему Слишком малый вес Груза на борту нет Зато смотри какой шикарный список пассажиров Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай откуда перевозка Это Хельман И это хорошая новость Сейчас начнется А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки Видишь? Все это Воздушное пространство Найт Сити Понятно То есть нам тут же отвесит люлей дублестная полиция А здесь уже слишком близко к Антао Стоит нам косо посмотреть на Ави Они сразу отправят своих амбалов Зато вот тут Равнина Джексона Узкий коридор между Найт Сити и территорией Кантао Сегодня тебе везет Мертвая зона Там я его и возьму Тебе нужен кто-то из местных Чтобы организовать весь движ и подогнать технику Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави Я о нем слышал кое-что Предыдущие модели летали во время войны Эти мамонты очень быстрые и с защитой у них все в порядке Лезть к ним бессмысленно даже с хорошим оружием Все равно ничего не выйдет Речь не про оружие, а про способы Есть люди, которые их знают Или по крайней мере умеют импровизировать Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну Панам Паумер У нее терки со своим кланом Но она настоящий кочевник И знает те места Вот она тебе и поможет У нее не будет выбора У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе Для нас обоих Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу Это мой единственный шанс добраться до Хельмана Понимаю, хозяин барин Видит что-то не так Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох, большой подвох Панам иногда перевозит для меня товары А в последний раз все пошло не по плану Она прокололась? Мягко говоря, провалила всю операцию Потеряла товар и машину Она сделает все, чтобы вернуть груз Для нее это вопрос чести Ладно, я могу ей помочь Но мы же не знаем, где искать Знаем? Я знаю Окей, расскажи, что ты знаешь Под Найт Сити есть заброшенный город Рокки Ридж Панам знает где Езжай туда и верни товар Тачку тоже Сначала, конечно, свежесть с ней Я пришлю тебе контакты Да уж, наконец-то Пойдем уже отсюда Все ясно, спасибо Удачи 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 Не знаю, что у вас с бестией И знать не хочу У меня для тебя дело Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь Товарный склад на Бонита Стрит Который на выезде из города Встретимся там До встречи Удачи НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Эй! Привет по нам ТВ Где моя тачка? бестия сказала мы можем помочь друг другу как я не догадалась значит так или говори что знаешь или иди нахер и бестию тоже с собой прихвати ясно вообще с тобой всегда так сложно только когда меня пытаются накормить говном с лопатой говори где машина и что дальше я тебе скажу а ты типа пойдешь и совсем разберешься тебе это волновать не должно ясно и тише успокойся ты мне не указывай хорошо смотри я знаю где груз и твоя машина но в одиночку ты их не вернешь все это слишком рискованно так что давай договоримся чего ты хочешь надо поговорить с одним чуваком корпораты везут его под охраной нет похищение это не мое тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей техники там только одно ави оно будет пролетать над равниной джексона твою ж мать поможешь мне скажу где тачка и помогу вернуть товар идет но не знаю я еще ладно идет только у нас ничего не получится если мы не вернем мой тортон где он машина в руки риджа как я понимаю ты знаешь где там и твоя тачка и товар я тебе и высушу сраный ну поехали в руки ридж погодь мне сначала надо подумать черт да нам нужна подмога завернем по дороге кое-куда расскажешь куда секунду позвоню заказчику пусть пока по маринует этого она хочет с ними договориться за спиной убийстве смелая девочка или тупая как пробка нас хочет передать вам груз в руки риджа правда я об этом узнала задним числом босс я с ним разберусь только дай мне шанс босс ну ты чё сколько я для вас ездила хоть раз я облажалась я тебе клянусь после заката окей нет встречу не отменяй просто не приезжайте я разберусь ты еще спрашиваешь само собой спасибо босс ты не пожалеешь все мне дали время босс который свиста дель рей не знал что ты работаешь на шестую улицу а что нельзя да нет можно они до сих пор сходят с ума по звездно полосатому флагу и американской мечте ну да сходят но мне вообще насрать они хорошо платят остальное ну куда теперь лагерь аль-де-кальдо надо повидаться кое с кем из моего плана ты не то чтобы этому рада не твое дело у меня остались там друзья ладно поехали садись клёвая тачка просторная практичная заткнись пожалуйста как тебя вообще угораздило цвет понравился освежители детское кресло шли в довесок ты же знаешь что я не про тачку а что я должна сказать что я хочу пристрелить напарника который меня нахуй слился что моя фиксерша выставила меня дурой ты сам да на кой черт тебе сдался этот хер и зави у него инфа которая мне нужна а у меня не так много времени чтобы ее достать а чего ж она мне не сказала что знает про наш вести вообще без понятия о чем она думала я же она мерзкая баба месте королева по смерти мы для нее просто пешки ты меня назвал пешкой она не простая тетка она пробилась наверх потому что разбирается в люди а если она и не договаривает это часть ее профессии обо мне она просто двуличная ты в курсе что она поставила меня работать со стилетом может у нее были причины да ладно да это то не раскроет пока не просчитает что ей выгоднее сказать а что скрыть почти приехали подберем моих друзей и поедем рокеридж ух ты кого пыльная буря принесла это мираж или у меня белочка начинается да идите нахер ну ну а это кто нянька моя ви это скорпион и меч мои старые друзья привет парни здорово каким ветром тебя занесло городская штучка в городе стало скучновато ты вообще представляешь как старик психанет когда тебя тут увидит я буквально на минуту солу говорить необязательно нам нужна помощь какая помощь с чем стилеты нахер по нам мы хотим объяснить им что так делать нехорошо все настолько плохо иначе я не стала бы слушать ваши тупые па**ки ты знаешь мы всегда за тебя сестра но сейчас вообще никак то есть вы мне не поможете старик сказал нам сидеть тут пока не вернем в строй генераторы у них батареи скопытились генераторы вам какие-то генераторы важнее чем я ты опять прикалываешься нам очень нужна помощь не в этот раз мы нужны клану ну пи**ть вы будете сидеть тут потому что сол приказал а на меня вам насрать по нам это не для соло это для клана ты же понимаешь слушай из лагеря мы не выйдем это без шансов но про снаряжение сол ничего не говорил ладно поняла тогда я возьму твой карабин и своего по мелочи бери что хочешь только будь осторожна да уж ладно спасибо сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду у тебя остался только я угу ты расстроена да нет скорее разочарована привет по нам ты к нам надолго не на пять минут поболтаем в следующий раз привет по нам ты привела новенького сол уже знает ага не твое дело можешь помочь а что внутри пар мелочей которые могут пригодиться бери отлично это все поехали вы с солом помирились ты возвращаешься по нам заглянешь к нам дорогая в другой раз эли честное слово ну мне пора да да вали уже давай звони если что присматривай за ней ви кидай в багажник а можем ехать залезай скорпион и меч хорошие чуваки дим о таких друзьях можно только мечтать вообще на их месте я бы тоже осталась в лагере на соло и генераторы можно забить но клан превыше всего только я теперь сама по себе они все еще считают тебя своей вон как о тебе заботятся угу а у тебя как есть близкие с этим не посчастливилась ясно мне говорили что руки ридж это пыльная дыра посреди ничего жители или переехали в найт сити или просто куда то свалили вот ты уже почти все знаешь местные ждали что туда протянут автостраду ну тогда там хоть как то можно было бы жить но не срослось и много таких заброшенных городов сотни в стране то тысячи ехала я как то по и 80 остановилась после заката когда машин уже не было и тут услышала что как воет ветер в заколоченных окнах как по песку шуршит перекати поля так и умирают города потихоньку не с громом а со всхлипом а ты похоже не признаешь авторитетов чего сначала бестия теперь сол он же ваш главарь их главарь ты вроде как хотела свинтить поскорее сол короче вряд ли мне бы обрадовался что случилось мы переехали в калифорнию только потому что он обещал нашему клану перемены говорил что мы начнем с чистого листа сам видел чем все кончилось пары палаток на кучу песка ну б***ь земля обетованная я хотела чего то другого получше сол просто трус он скоро похоронит этот клан я уверена эти ребята были в армии? скорпион и меч? да панцербой были контрактниками на последней войне они летали на этих огромных транспортерах скорпион летал меч был в охране им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни и кошмары до конца жизни все мы приехали что делаем? готовимся к встрече со стилетами времени в обрез будем импровизировать сперва все осмотрим может найдется что-то полезное может найдется что-то полезное Рокки Ридж мертвее мертвого все поломано, ничего не работает ну что, нашел что-нибудь? ничего а тебя не осенило? стилеты же подъедут после заката значит устроим им сюрприз надо только подключить питание тут ничего не работает все отключено это ненадолго давай проверим подстанцию ну давай я нашел выключатели, но питания тут нет не важно, спускайся я знаю как удивить этих мразей смотри, перекресток подключен к этой подстанции правильно? на крыше распределитель если включим свет, тут станет светло как днем понимаешь, к чему я? пойдем по классике старая добрая диверсия она самая во-первых, мы не знаем много ли их приедет скорее всего целый табор во-вторых, надо будет прорваться к моей машине если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу ага, вдохнем жизнь в этот пыльный городишко пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный только сперва надо запустить терминал внизу без него от распределителя никакого толку пошли подключим его к аккумулятору от машины живо заработает подождешь меня у подстанции, хорошо? я сейчас пригоню машину с панелью вроде все норм если в обход подрубить к источнику питания должно сработать останется только все раскочегарить возьми кабель из багажника попробуем завести от аккумулятора красный подключен погоди, надо тут наверху все подрубить готово, теперь минус прощай старушка ты нам хорошо послужила все, ток есть включи питание внутри и там должен быть терминал а потом бегом на крышу без проблем я пойду на башню оттуда перекресток видно как на ладони как только я подам сигнал включишь электричество ясно? так точно распределитель подключен супер, на перекрестке будет весело пойдем на позицию а теперь ждем не забудь включить питание как только мы их заметим окей, прикрывай меня на всякий случай конечно, едут на моем тортике видишь его? да как его не заметишь? лучше не светиться попробуем сделать все по-тихому если что, я начну их отстреливать идёт? идёт ну и где этот *** босс? эй, ждите их здесь готовься шоу начинается да будет свет зацепи чип оттачки он уводила девица с иракезом норм примета отберёд прочешите я буду внести а вы увидите тут можно всё перерезать только дверь закрыла кто всё это включил? чтобы сверху туда пролезли попробуй всё засекли чёрт какой пастяне? придётся всех убрать и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пересядь. Я поведу. Ладно, ладно. Отдаю роль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки-Ридже. Этот мать не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала, а я... Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Значит так. Сначала закончим сделку с Шестой улицей. Потом поговорим про Нэша. Когда потом? Когда он узнает, что мы устроили в Рокки-Ридже? Сегодня у нас есть шанс застать его врасплох. Еб***ь! Ты хочешь напасть на их базу сейчас? С товаром, который мы только что отбили? Товару ничего не будет. Ви, я должна это сделать. Понимаешь? Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Аль-де-Кальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Он мой! Я отомстил. Супер! 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 Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла вендетту? С***. Поехали отсюда. Всё, встречу я назначила. Добьём сделку и займёмся Хельманом. Идёт? Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоём месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Работаем вместе. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счёт по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Всё нормально. Ну что? Пойдём выпьем? Стилетов выкосили. Шестой улицы угодили. Хороший день для Панам Палмер. День ещё не кончился. Может, ты меня сейчас доведёшь. Меня сейчас вырвет. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя всё в порядке? Эти с*** не приходили? Стилеты? Нет. Пока всё тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозов. Пока всё. А что ты привезла для шестых? Что за грустно? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да. По своим каналам. Подпольным клиникам и рипперам. Ну, значит, за твоего тортика. Спасибо за всё, напарник. Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Спасибо. На здоровье. Ну ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчёт Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Не надо ещё подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмёмся за работу у полуполуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? А может снимем одну комнату? Пожалуй. У НО в каждом номере по две кровати. Как раз сэкономим. Ладно. Не настаиваю. Отдельные кровати. Ну а мы возьмём одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Доброй ночи. Угу. Меня зовут Дакота Сминь. Если тебе нужна работа в пустоши, то ты парнисом. Я Ви. Спасибо за информацию. Главное помни, тут тебе не город. Будь осторожен. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Гидравлика должна быть исправна. А то нам ещё по ухабам трястись. Ну что, как спалось? Нормально. Ты придумала что-нибудь насчёт Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ – это мы, кусачки – это Ави. А отвертка – это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемёта. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр всё равно не пробьёт. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Электростанция? Погоди. Ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберёмся в коллектор и возьмём управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации… И система коммуникации. Всё нахрен вырубится. У них не будет шансов. Ну ладно. Тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпорат? Они пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут всё принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты… Ты с огнём играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груст ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Зам директора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике. В чёрном мешке. Труп? Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к Дамбе, и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с Турелью. Надо, чтоб ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Как подключаться? Через личный порт? А как ещё? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностику. Чёрт. Всё время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя кажется имплант с вирусом, который сзади, на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Ммм. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок. Я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер. Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры, все это устарело минимум на два поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Хабуки. Если хочешь, конечно. Угу, я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпа» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Если что, я гоняюсь за Хельманом не для того, чтобы подложить свинью Арасаки. Это вопрос жизни и смерти. Моей же смерти. Если что, ты за ним гоняешься из-за Арасаки и их гребаной железки. Какая разница, какие у тебя мотивы? Цель оправдывает средства. И твоя цель – выжить. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука – это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе… То каждый из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха, в паутину. Надо только е**ть импульсом в нужный момент. Пош*** ним. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь систему, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов, поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только… Да знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично. Поехали. Ты раньше что-то такое делала? Ты раньше делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих двух переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Тебе надо придумывать принты для футболок. 3Р – это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блин, ну вот. А я уже почти поверил. С тобой не соскучишься. Ну что, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готов. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да. Но выпить некогда. Найди панель Ви! Я подключу детонатор! Давай! Я подключу детонатор! Терпим! Терпим! Дышим! Ааааа! Черт! Банам! По-моему, мы переборщили! Жить будешь! Класс! Класс! Крем для загара поставил! Я серьезно! В следующий раз мы... Джонни! Джонни! Твою мать! Терпим! 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 Он работает? Да, работает! Я думала, сигнал просядет! Но нет! Надо JUST, чтобы нас тоже импульс, нам вон на ту скалу! Отузований должно быть хорошо видно антенны! Там подождем. Понял. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Мы собираемся сжахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы – это прямо то, что доктор прописал. Но ты прямо читаешь мои мысли. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится ави. А то пропустим еще. Вот оно. Леди с пасифики. Так. Приготовься. Еще секунду. Еще. Давай. Бум. Готово. Черт, что такое? Черт, что такое? Черт. Супер. Просто супер. Попады. Банам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Банам, ты что вытворяешь? Теперь догоним. А, теряет высоту. Ну все, и ***. Поехали. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты дочек их? Приехал. Ави без маркировки. Теряет высоту. Это Миша Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваем все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может батареи... Миша Скорпион, это Панам. Не трогайте это, Ави. Повторяю, не трогайте это, Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без... Это Кантау. Подождите меня. А лучше мотайте оттуда. Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Кера Лысова! Мы должны добраться до Скорпиона с бичем. Банам. Проблема. Не стреляй. Мне, блядь, заело что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот, блядь, они у нас на хвосте. Банам. Знаю. Гребаные защёлки не открываются. Ещё чуть-чуть. Да, хрен она! Да ничего со мной не будет. Вот так, нормально. Ещё часик потяну. Часика хватит. Упал. За этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Митча. Просроченный. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Погнали. Подключишься к визеру? Угу. Ви, если они добрались до Аль-Декальта, если Митч и Скорпион погибли, я... Знаю, знаю. Подключился. Беру управление. Митч и Скорпион погибли. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Чёрт. Ви, это плохо кончится. Митч! Он жив! Их взять! Гранатомёт. Нас разобьёт, если подойдём ближе. Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Пять канов в патруле. Пять канов в патруле. Если бы не эти блядь помехи, я бы их предупредила. Это всё из-за меня. На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдём их и освободим. Если только они ищут. Они живы. Всё будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Давай так. Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно! Размечтался! Я с тобой! Там мои парни! По нам! Ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине. Я попробую раз***ть гранатомёт. Ну... Ладно. У меня есть винтовка Митча. Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошёл. Локализую подозреваемого. Приказмородна у меня. Перехожу к ней. Приказмородна у меня. Так, всё чисто. Еду к тебе. Давай! Не подходи! А ну-ка, отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадал. Мы вызвали подкрепление! Ты... Ты как? Ерунда. Поцарапали. Вы ебаные! Ты ранена? Погоди, сестрёнка. Я перебежу. Забей. Пойдём отсюда. Мы не успели отойти, банан. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион, он здесь? Митч? Митч! Он... Он жив! По нам, прости меня. Я не успел. Нет! Нет! Ты уверен? Нету! Дерьмовая история. Соболезно. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим ави. Может, расскажете, зачем? Мне нужен пассажир, который летел в этом ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало. Небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шиндарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Панам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово. Митч, я найду этих тварей. Обещаю. Езжайте. Я позову наших. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Давай так. Гантао явно ищут ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. Панам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви, ты хороший. Ты помог мне с Нэшем, потом с Митчем. Я у тебя в долгу. Так что, найду я тебе этого Хельмана. А, значит, вот как. Просто отдаешь долг? Нет. Кочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас свой. Больчон. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шерстов. А, плохо дело. Эти ребята были тут? Так, поехали за ними. Следы ведут на холм, к старой бензоколонке. Скорее всего, Хельмана увезли туда. Праздник начинай. Не стреляй! Кроны, патрули, они засели тут. Ну да, Хельмана они, наверное, где-то держат запретить. Блин, смотри, Распределители выглядят нормально. Они похожи на заброшку. Они могли вызвать сюда новое ави. Ну, скоро увидим. Вижу машины-кочевники. Людей нет. Ага. Узнаю. Наши, клановые. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Быстро, быстро! Кто тебя послал? Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринопу Арасака? Ты меня убедёшь или... Вот же крысёныш. Сейчас или заорёт, или убежит. Заткни его уже. Ничего личного. Ты вроде собирался позвонить так и Мури, когда найдёшь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. И не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Так и Мура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это всё бизнес, ничего больше. Он тебе неприятель. Так и Мура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывезти его туда, где тихо. Согласен. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Всё чисто. На дороге никого не было. Но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Всё чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и по нам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться с Искорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай вид, что меня нет. А то у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. По нам правда не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чём. Да. Конечно. Это всё из-за меня. По нам помогало мне. Если бы не я, Ави бы не сбили. И Скорпион со своими парнями за ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, по нам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Рад тебя видеть, конечно, но зачем вы нас догнали? Это всё, Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела, я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и с по нам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает всё. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и травы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не всё так просто. Как и в любой семье. Они на подлёте. Убах минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Байк Скорпион остается тебе. Я хочу поговорить про био-чип, который ты сделал для Аросаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Йоринобу, Аросака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, можем поговорить. Ты меня не понял. Это не предложение. Тогда чего ты хочешь? У меня в голове конструкт Сильверхэнда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет ещё хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхэнда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот био-чип? Убери био-чип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чём проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия био-чипа. Чем эта версия отличается от старой? У неё другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам био-чип. А не энграмма Сильверхэнда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Всё верно. А этих ещё меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был ещё на этапе тестов. Ладно, твой прототип работает. Теперь вынь его из меня. Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что, впечатляет? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Е-е-е. Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Б***ь, может, хватит. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну, ебанутся. И кто же из нас втирает тебе хуйку? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кантао. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Не х**ть у тебя. На х**ть сдался без них. Ви. Дакэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви. Я запомню это. Ох, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. А. Б**ть, или не надо, это даже стакан воды. О, см**ть. Безчеловече. Я не так. Ты сразу будешь в путь в разницу. Я там тебе целые банды. О, нет. Не стоит. Да сядь ты, господи! Это био-чип? Но не третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла. Б**ть, срывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Ты прав. Мы оба друг друга стоим. Даже не сравнивай нас. О том, что я сделал в Арасаке Тауэр, я не жалею. Другие, может, в это и поверят. Но, по-моему, ты п*****шь. Тебе откуда знать? Идем. У нас много дел. Идем. Я рад тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако Сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Ему точно можно доверять? Да. Ясно. Очень убедительно. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. День банся. Перемь. Следующий знак. Меня-то есть. Зачем-то есть. Я Big Sunt. Сcommittee есть. Токамура-сан О да Это он Твой вор Мой свидетель Ви Я могу и сам за себя говорить Ну говори Мне сказали, ты что-то знаешь Я был там Я все видел Юринобу задушил своего отца Молчи Ни слова больше Иначе ты навлечешь на себя смерть Это правда Ханако сама должна его выслушать Все, чего я хочу Это защитить ее От этого забытого богами города Она в опасности Нет Но на параде в честь Арасаки Сама Может случиться что угодно Я привел тебе свидетелей его убийства А твои мысли заняты каким-то глупым парадом Дурак Все верно В отличие от тебя Я еще не предал доверие тех, на кого работаю От правды все равно не убежишь Я жалею только о том Что согласился на эту встречу За тобой идет охота Ты должен меня благодарить Что твоя голова еще не лежит перед Юринобу Сама Простите А у вас это еще надолго? Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел Принес бы твою голову Юринобу Значит тебе повезло Что я... Кода, пожалуйста, помогите Мы же просим немного Одну короткую встречу Канака Сама выберет верить нам или нет Не решайте за нее Помогите нам Увы, нет Но я позволю вам уйти И покинуть город Живыми Увижу кого-то из вас снова Убью без разговоров Будь осторожен Мой друг Мы все здесь далеко от дома Вот-вот, пускай уебет Одного обе***ла из Арасаки нам за глаза хватит Ну, мы хотя бы попробовали 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 И даже узнали кое-что важное Что? Вы серьезно? Одо дал понять Что они вернутся в Токио после парада Ты понимаешь Парад Возможно, это наш шанс Мы сможем как-то подобраться к Ханаку Сама Сначала Нужно провести разведку Нам понадобится Точная карта Джапантауна Подождите Твоя очередь Звать друзей Кто из фиксеров Мог бы нам помочь? Но мне на ум приходит только Вакака Акада Она держит салон починка на Чпок Стрит Нужно нанести визит этой женщине Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте Чпок Стрит Что это за название? Обычное для Найт Сити Ты слишком часто надо мной смеешься Не мешай Не мешай Блин А А А Лежит Более Девушки отдыхают Какое-то недоразумение Не знаю, кто напал на твоих людей Но это точно были не когти Мои знают свое место Теперь прошу прощения У меня гости Ви, рада тебя видеть Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем Вот и все Истинный джентльмен Жаль только, что его разыскивают Все гончие псы Арасаки А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне Назови хоть одну причину По которой я не должна позвонить нужным людям Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела Но нет Тебе интересно, с чем мы пришли Ну, хорошо Говори, но помни Телефон у меня под рукой Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джопантауне А, дело в Арасаке Опять Объясни мне, пожалуйста, одну вещь При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Насколько я знаю, Арасака и тигринные когти никогда особо не ладили Ты явно не пылаешь любовью к тем, кто убил твоего внука Это было очень давно Говорят, время лечит, но Чтобы такие раны Такие раны не лечат Сведения на этих щепках Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался Я вижу Берите бесплатно, это подарок О, Кадасан Дороже всего стоит то, что ничего не стоит Так вы берете или нет? Да, к тебе обращаюсь Получай, что жизнь не стеркнулась Так, угадай Старые, солевые чили Джопантаун На время парада все движение будет перекрыто Гвоздь программы платформы Даши Они пролетят здесь, высоко над улицами Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек Откуда их будет хорошо видно Почетное гостье Ханака Арасака Произнесет речь самой большой платформы И это произойдет Здесь Об охране ничего не знаю Но из-за недавних событий Она будет очень серьезной На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе Помимо этого были несколько снайперов И дроны Ну и дополнял эту веселую компанию По крайней мере один нетранер Они будут использовать городские камеры наблюдения Точка доступа вот здесь В старом центре управления Полезная штука Советую обратить внимание После парада платформы покинут Джопантаун А мы, как всегда, останемся по горло в мусоре Который никто не будет убирать Конец Это все, что я знаю Этого должно хватить Ну тогда Идите своей дорогой Спасибо, Вакака Благодарю вас О Кадасан Я этим занимаюсь Прекрасная Умная женщина Скорее всего Этих данных будет достаточно Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам Я похожу вокруг И позвоню нужным людям Как только станет что-то известно Я с тобой свяжусь Только Будьте осторожны Не раздавайте автографы каждому встречному Моя слава твоей не затмит Как бы я ни старался Удачи Ничего страшного Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг Да придержи пока Они тебе нужны больше, чем мне Нет, Вик С собой в могилу я их не заберу Возьми И спасибо, что столько для меня сделал Не получая взамен ни Энни Для того и нужны друзья Ви, слава богу Мне, наверное, нужна твоя помощь Наверное? Ну хорошо Мне нужна твоя помощь Давай встретимся Просто скажи, где и когда У меня сейчас камень с души свалился Приезжай к Альдекальде Там все расскажу Альдекальде? Я думал, ты от них ушла Долго объяснять Просто приезжай скорее Жду Ви, спасибо, что приехал Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло Этот идиот уехал с небольшим патрулем И так и не вернулся Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем Они там держат пленных В том числе кого-то важного Нам надо отбить Соло Не знаю почему, но Я решила обратиться к тебе Само собой по нам Мы же друзья Мне казалось, ты знаешь Осторожнее, а то я в это поверю Потом от меня не отвяжешься Не бойся Переживу Ну, дружба дружбы Но ты же не побрезгуешь Одну из лучших снайперских винтовок На западном побережье Град от Техтроники Ты уже видел ее в деле? Плюс получишь уважение Альдекальда Звучит неплохо Когда возьмешь ее в руки, поймешь Что это не неплохо, а круто Пошли, меч по дороге объяснит, что к чему Надо же Панамы Ви Что творится-то? Он вернулся После того, что случилось С Скорпионом Ну, значит Соло-крышка Не обращай внимания Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен Ты ведешь себя как сумасшедшая Ты в курсе? Кто-то же должен Где меч? Он должен был меня тут ждать Будет с минуты на минуту Ты не говорила, что с нами будут чужие Сейчас любая помощь пригодится А что не так? Если мы просим помощи у чужаков Значит у нас все очень плохо Поэтому мы все сделаем по-тихому Лобовая атака – это самоубийство Меч уже занялся разведкой Ви пойдет в лагерь духов А я буду прикрывать его издалека Для тихой работы как раз двоих хватит Не то, чтобы мне не хотелось пойти с вами И придушить пару стилетов Просто... Да ты оглянись После атак пол лагеря не стоит на ногах Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рина Насчет техники Лучше промолчу Мы глубоко в жопе, парень И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда А не переместимся еще глубже И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном Ты переходишь черту Так, спокойно Ему не обязательно понимать А вот и мич Я запустил дрон над лагерем духов Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Ну поглядим, что там Только недолго На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили Она быстро садит батарею Они засели на заброшенном цементном заводе С кучей тяжелой техники Тухи, они как саранча Налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля Но в этот раз Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану Значит, они хотят остаться подольше Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом Если он еще у них, мы должны его вытащить Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем Пройдем через нее Как вариант Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки? Видишь там следы? Смотри на следы колес Машины были нагружены Может, они везли технику? А может, Сол был не единственным пленником? Это главное здание Сол, скорее всего, тут Комплекс большой Это все равно, что искать иголку в стоге сена Если они еще не разобрали там всю электронику Можно подключиться к камерам Надо только найти пункт управления Окей С этим уже можно работать Вопросы есть? Да Едем за Солом Отлично Мич, фургон готов? Я сделал, что мог Поглядите сами Мощная работа Скорее, мощная импровизация Ну, это все, что у нас есть Чуть не забыл Я тут кое-что подготовил Если Соло еще не обнулили Ему пригодится вот это Обогащенный суперджет Лошадиная доза Быстро его на ноги поставят Надеюсь Вряд ли я смогу на себе его вынести Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно Поехали вместе Тогда ты садись за руль Отчего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику Не могу поверить Что его вот так изловили Ладно бы кого другого Но Соло Ты говорила, что у него здоровье не очень Да, но Он перевозил гражданских Через границу под бомбами Однажды угнал цистерну у Петрахема Открыл клапаны Вылил пару восьмерок И поджег пустыню Чтоб детишки порадовались Я вот помню Соло таким У всех свои кумиры Ни хрена себе Ты видишь? Это будет буря так буря Выглядит страшно Страшно будет, если мы в нее попадем Надо ускориться Надо спрятать тачку Оставь ее около скалы Все, на выход Я буду наблюдать за тобой с расстояния А ты там внизу Береги себя Буря Куря А вот и главное здание. Берегись паразитов. Можно было аккуратнее. Найди соло и выведи его оттуда быстрее. Ягио! Банан. Мажется, я его вижу. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Сул. Ты принес мне чертовую сигару. Тихо, Сул. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже сдальтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на десять. Да уж вижу. Выбирайтесь отсюда. Я еду за вами. Запрыгивайте назад. Панам, ты что опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Пуря заметет все следы. А кровь у нас отрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте. С***. Надо скинуть хвост. Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол. Больше я из него не выжму! Сделай что-нибудь! Приготовься! Вперед! В атаку! Парк! 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 Черт! Опять они! Пора поиграть, птих! Я съеду с дороги. Будет трясти! Парк! Нас сейчас накроют! Это их задержит! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Тачку серьезно подбили Она долго не протянет Мы их сделали Молодец, хвалю Даже я не справился бы лучше Спасибо Сворачиваю на ферму Нам надо спрятаться Я ее помню Там безопасно Надеюсь В дом, быстро Мне надо передохнуть Как раз успели к ужину Что-то не хочется Я только что песка хлебнула Придется тут ночевать Электричество бы пригодилось Випа, ищи выключатель Я пока тут посмотрю Ого, рабочий У нас есть свет Черт, холодает однако Я пыталась включить обогреватель Но не вышло Может, посмотришь Вдруг у тебя выйдет Хотя, знаешь что Проверю лучше снаружи Пробки выбило, наверное Вруби там все, если понадобится А я разожгу эту хрень Ладно, дай подумать Спасибо А то, если Сол закоченеет Все наши труды на смарку Продолжение следует... Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны Но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое Нам сегодня прям везет Везет? Я бы сказал по-другому Нас ждет проповедь Лучше присядь Это может тянуться часами Проповеди не будет Но поговорить нам надо Насчет духов Этого нельзя было допустить Они хотели знать все Наши маршруты Координаты лагерей Перевалочные пункты Хорошо, что они не знают нашу ситуацию Один-два набега И семьи не станет А если бы вы... Сейчас не время спорить Вы оба вымотались Может, ты и права Со стилетами нам не справиться в одиночку И надо продать нас биотехнике Ви, скажи ему, что это херовая идея Не злись, но... Думаю, что Сол, возможно, прав Что? Почему? Потому что я знаю законы Найт-Сити Каждый дерется за свой кусочек улицы Если ты не можешь драться Ты идешь к тем, кто сильнее Ты говоришь о бандах Принципы те же, что и у вас Я не шучу Ты слышишь, панан? Это говорит голос разума Я слышу только долбанный ветер Мы иногда ссорились Немного Как любая семья Забудем об этом Что ж, согласна Если захочешь вернуться Тебя встретят с распростертыми объятиями Но что-то нужно будет изменить Нельзя все время лезть на передовую Ну, начинается Знаешь что, милый У нас еще будет время Чтобы вцепиться друг к другу в горло Да, уж, надеюсь Ну вот А сейчас я бы с удовольствием вздремнул Нужна помощь? Заткнись А вы знаете, как называют Такие бури в Северной Африке? Хабу Классное слово Правда же? Вау Что это было? Захабубы Да Захабубы Высокооктановая хрень Захабубы Что именно? Я редко сплю под крышей Но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты Когда едешь день, потом ночью, снова день Жопа прирастает к креслу И забываешь, что такое ночлег И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле Очаг есть, бухло есть Не хватает только зануды на ресепшн Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее О, я их весь день не снимала Надеюсь, у тебя насморк Да ладно После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности Мэм, и что ты имеешь в виду? Для персонала Свободной Калифорнии Желание гостя Закон Сделаем все, что захотите Осторожнее, и мало ли, что я могу захотеть Мэм? Знаешь что, Ви? Надо ложиться спать День выдался не самый легкий Ви, я рада, что ты приехал Спасибо Это много для меня значит Ты слышишь? Нет Вот Ветер перестал выйти С хабубом не знаю, если честно Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук Я по ночам вообще не могу уснуть Просто лежу От лица персонала мотеля Свободная Калифорния Желаю вам Приятных сновидений 250 человек Обратились за медицинской помощью Еще 70 числятся пропавшими без вести Если вы меня слушаете Считайте, что вам повезло Смотрите, кто живой Привет Нормально спалось? Молодец, Ви Налет по всем правилам Даже не спрашивай В следующий раз поедем в мотель Если в следующий раз будет А я спала, как ребенок У тебя на плече очень уютно Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить Погоди Я думал, ты возвращаешься к Эльде Кальде Остаешься в клане Все так и есть Пойдем Вчера, когда мы с тобой спорили с Солом Вы оба наговорили херни Но в одном я с ним согласна Духи и этот набег Это только начало Нам надо подготовиться Сол возьмет на себя лагерь Ну, а я... Ну, а ты? А я займусь разведкой С телетом было интересно, какие у нас маршруты Теперь мы хотим знать, какие у них А, чуть не забыла Твое вознаграждение Береги ее Она мне хорошо послужила Она в хороших руках Я знаю Ну что, ладно? Спасибо тебе еще раз Погоди Насчет прошлой ночи Слушай Давай лучше не будем об этом Я просто Не хочу так А как ты тогда хочешь? Как-то Вот так Давай, удачи И тебе по нам И помни Я у тебя в долгу В других обстоятельствах Я бы сказал тебе Езжай за ней Но сейчас Ты только глянь на нее За такими девушками нелегко угнаться Можно только надеяться, что они сами тебя подождут А тебе-то что? Не знаю Может, что-то вспомнилось Не важно Ну все Посмотрели на жопу мира Пора и обратно к цивилизации И... Сведения, которые дала нам Акадо Очень пригодились Кроме того Я и сам кое-что узнал Надо встретиться Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке В южной части Джабантауна Он на пешеходном мосту над улицей Поднимись на лифте Там легко потеряться Я сейчас иду туда Не заставляй меня ждать Я не понимаю Неужели Росаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте Ситуация в городе накаляется Пиджаки знают Проскочит искра Заполыхает весь Джабантаун Подавление беспорядков Лучше доверить тем На ком нет твоего логотипа Вот и ты Гуру Рад вас видеть Я тоже рад тебя видеть Мне удалось собрать дополнительные сведения Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру Сапа? Ты что, Бухов? Его убийца Ты представь, какой цинизм Только я все равно не вижу, что это нам дает У меня есть мысль Взгляни на небо Этим маршрутом пролетят платформы Даши Если мне удастся попасть на платформу Ханако Сама Я смогу с ней поговорить Попасть? Как? Запрыгнуть? Конечно Вы себя переоцениваете, Гора У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты У меня есть решение Пока ты занимался своими темными делами Я собирал информацию о платформах Все они стоят в одном месте В промышленном парке Арасаки Там их готовят к параду Нам нужно всего лишь пробраться на территорию Найти нужную платформу и загрузить в нее вирус Тогда ты сможешь выключить охранные системы А я проникну внутрь Это можно сделать тысячи разных способов Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно Все уже готово У меня есть щепка с вирусом Пришлось много заплатить Но продавец клялся, что она сработает Где вы купили эту щепку? На той стороне В Кабуке Может и правда попался хороший софт А даже если и нет Я придумаю, как это исправить Я на это надеюсь Ну, идем дальше Получить контроль над платформой Это еще не все Меня беспокоит охрана Особенно снайперы Я буду для них легкой мишенью Но, кажется, решение есть Акада говорила о камерах наблюдения И если мы получим к ним доступ То узнаем, где позиции снайперов Ты устранишь их, чтобы я смог пройти Как-то странно получается Мне всю грязную работу за вас делать? Ты хочешь поменяться местами? И что ты ей скажешь? Здравствуйте, меня зовут Ви Ханако сама меня знает Говорить с ней должен я А теперь Предлагаю провести тест Нужно проверить щепку Пункт управления камерами перед нами Тебе надо войти и запустить вирус в систему Больше ничего Ага А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе Я буду прикрывать тебя Теперь за дело У нас мало времени Сработало Все готово Доступ есть Отлично Щепка работает Самое простое позади Пробраться в промышленный парк Карасаки будет гораздо сложнее Но это мы обсудим потом Садись Я со вчерашнего дня не ел Дайте мне лучшее Из вашего меню Я бы посоветовал попробовать Якитори Что угодно Только не местную Заходите завтра Кто бы мог подумать Что этот рассачий выродок Будет нам как-то полезен Таким псам как он Главное дать нужные команды А когда он выполнит задачу Мы его пристрелим за ненадобностью Да Он сейчас не в лучшей форме Но разъебать нас может И без имплантов Ты-то откуда знаешь Видел его в деле Нет Просто вижу потому Как он Ходит и смотрит вокруг Ладно Потом обсудим Это что такое? Ты-то Якитори Смотри Я составил план Раз Мы забираемся в промышленный парк Тарасаки И взламываем платформу Ханако-сама Два Во время парада Ты с моей помощью Убираешь снайперов Три Я забираюсь на платформу Четыре Я рассказываю правду Ханако-сама Это будет самоубийство Но я и более глупую херню творил Еще более глупую Чем кража имущества Арасаки Не-не Конечно Этот рекорд я побью Еще не скоро Теперь Разделимся Я должен Пойти на разведку Чезавис Не спускай его с поводка Я с вами Вы же тут все равно Ничего не знаете Хм Это правда Мне пригодятся Ум и руки Опытного вора Хорошо Мы пойдем с тобой вместе Повар Сделай погромче Я принял решение Льори Нобу Он самый Он уничтожил Последнюю преграду Которая мешала ему Прийти к власти Ну да И все его поддержали Скажите Что такое убийство Моего отца Разве это не провокация Разве это не Арасака Это был монолит Пока Йори Нобу Не пробил В нем брешь Все началось с него Все эти фракции Борьба за влияние Все это Ксу Я только одного не пойму Почему Сабура это терпел Со своим же сыном Не мог справиться Арасака Сама Был строгим И сильным человеком Сильнейшим из всех Кого я знал И все таки В ключевой момент Он Проявил слабость Из-за Юри Нобу Из-за дочери Когда Юри Нобу Собрал приспешников И объявил своей семье войну Арасака Сама Мог раздавить их Одним приказом Но он этого не сделал Это стало бы ударом Для его дочери Когда Юри Нобу Вернулся домой С поджатым хвостом Она убедила отца Дать ему второй шанс Ты понимаешь Ханака Сама Спасла Юри Нобу От наказания За его проступки Скоро спасать его Станет некому Если только Ханака поверит Нашей версии событий Может и совесть Проснется Вдруг у дочки Сабура Она есть Ты забегаешь Вперед Ты пойдешь Со мной Да, пойдемте Пойдем отсюда Надеюсь Вам все понравилось Приходите еще Опилки Пластик Идем Я нашел хороший Наблюдательный пункт Осталось только туда забраться Я бы сказал Я бы сказал Что отсюда Красивый вид Если 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 бы было На что смотреть Вы так не любите Найт Сити Наверное Я просто Слишком Скучаю К поддому Ладно Ты ищи Слабые места И бреши А я подумаю Как лучше Провести диверсию Арасака Не должна Ничего Заподозвить Мы должны Отвлечь их внимание А не вызвать Весь огонь На себя Слева У тебя будет Лучший обзор Можно начинать Через улицу идет Технический туннель Трубы Видите? По ним Можно пролезть Внутри Вижу систему Спутниковой связи И охрану Я могу Устроить Там диверсию Замаскированные Турели У ворот Крайняя мера Я не хочу Здесь погибнуть Я вам сказал Тут больше Ничего нет Мы сделали Все Что? Начинаем? Начинаем Ты так же говорил Когда входил В компеки Плаза Я хочу Убедиться Что мы не упустили Ни одной детали Давай Немного Подождем Здесь Если Не случится Ничего Необычного Тогда Можно Будет Начинать Разумно Почему бы И не подождать Что? Не делай резких движений Ты видишь Кот Какой красавец Я думал Их уже И не осталось В городе Это первое Животное Которое Я вижу В Найтсиде Кроме Дараканов Конечно Сначала Сначала Исчезли Птицы Потом Собаки Коды Сопротивлялись Дольше всего Может быть Это Бакенеку Да ладно Кот Как кот Может быть А может Нет Моя Покойная Бабушка Знала Много Разных Историй О Китсуне Капа И как раз О Бакенеку А где Вы выросли Я родом Из трущоб Чиба Одиннадцать Когда-то Я твердо Решил Оттуда Вырваться И Что ж Со временем Все плохое Забывается Остается Только тоска По беззаботному Детству А когда Я был Маленьким Я постоянно Бегал по крышам Чтобы копы Не поймали Коленки Вечно были Разбиты В кровь Я помню Химическую Вонь От канала Где мы С парнями Стирали Рубашки Иногда По трущобам Проезжали Корпоративные Транспортеры Росака Отбирала Детей Но только Чистых Дайте угадаю Они растили Из детей Корпоративную Армию Так точно Когда выбрали Меня Я почувствовал Себя Счастливчиком Армия Дала Мне Все Я начал Соблюдать Дисциплину Обедать Каждый День А когда Сумел Отличиться Еще И Получил Образование И Все Что вам Приходилось Делать Это Убивать Врагов Собура Я Чувствую Что Ты Меня Осуждаешь У тебя Нет На это Права В Отличие От тебя И Твоего Друга Уэлса Я Вел Себя Скромно И Не Пытался Получить Все Сразу Я Вас Не Осуждаю Неправда Ты Бездумно Выступаешь Против Корпораций Их Мира Их Порядков Но Не Предлагаешь Взамен Ничего Стоящего Поглядите Вокруг Вот он Дивный Корпоративный Мир Который Вы Защищаете Ты Ты Показываешь Мне Грязные Улицы Как будто Ничего Другого В мире Нет А как Миллионы Работников Которым Арасака Дает Защиту И Средства К Существованию А как Дети Из ЧИБа 11 Которые Пытаются Не Сдохнуть С голоду В Канаве А Корпорации Тут Ни При Чем Мы Не В Состоянии Исправить Все Сразу Давайте Закроем Эту Тему Я Устал Спорить Иногда Мне Хочется Стать Кочевником Убежать От Этого Мира Забыть Обо Все Не Поздно Все Поменять Как Это У Вас Говорится Старого Учить Что Мертвого Лечить Знаешь О чем Я Думаю О чем В тот День В Камбеке Мы Оба Потеряли Близких Нам Людей И Мы С Этим Не Смирились Поэтому Мы Все Время Спорим Ищем Ссоры Наконец-то Я С Вами С С С С С С С С С Я Хочу Рассказать Тебе Еще Кое Что Это Касается Уэллса Джеки Что Такое Когда Я Пошел По Твоему Следу Остальные Поехали Искать Уэллса Они Забрали Его Тело Хоть Убейте Не понимаю Зачем Чтобы Мать Не могла Его Проводить Как Положено В Оросаке Есть Способ Получать Информацию Даже От Мертвых В Смысле Получать Информацию Не Спрашивай Я Знаю Немного Но Мне Говорили Что Для Этого Использует Программу Душегуб Они Могут Извлечь Из Тела Уэллса Энграмму Поврежденную Неполную Но Все Таки Энграмму Ебранные Суки Куда Они Поместили Конструк Джеки Этого Я Не знаю Почему Они Рассказали Раньше Я Не Знал Можно Ли Тебе Верить Обстоятельства Изменились Кажется Бакинека От нас Устал Он Найдет Свою Дорогу Как и мы Я думаю Что нам Пора Размяться Совсем Плохо Ты выглядишь Неплохо Я буду На связи Аккуратная Диверсия Это мой Конек Диверсия Я Внутри Хорошо Теперь Попробуй Забраться Вангар Поднялся По трубе Захожу У меня Тоже Все Хорошо Патруль Прошел Мимо Все Я Внутри Ищи Самую Большую Платформу Пульт управления Внутри Это Может быть Обычный Компьютер Ясно А у вас Как там дела Хорошо Я приду В диспетчерскую Устрою Полный Хаос Очень Хорошо Я готов Как только Ты закончишь Я инфицирую Системы Иду проверять Угроз Не обнаружено Ну Платформа В нашем Распоряжении Можете Долететь До Токио Если хотите Возможно Я так и Сделаю Спасибо Теперь Моя В очередь Видишь Полный Хаос Даже Крыша Понемногу Ви Крыша Уходи Через нее Рядом Несколько Станий Поменьше По ним Ты спустишься Вниз Ви Лучше Поторопись Аразака Вызвала Ави Несколько Работала Неплохо Так Что теперь Теперь тебе И мне Надо отступить В тени Вооружиться Терпением Я свяжусь С тобой Перед началом Парада Постарайся Держаться Подальше От неприятностей Как будто Это я их Ищу Отпустите Я заплачу Ви У тебя есть минутка? Да Конечно Только Боюсь Минутки Не хватит Можешь Приехать В лагерь У меня Проблема Уже Еду Ох Спасибо Прямо Камень С души Только Мне нужна Инфа Что у тебя За проблема Знаешь Будет лучше Если Погоди Это из-за сока На сквозь Меня видишь Угу До скорого Нет Остальные будут Сторожить лагерь Делайте обход Каждые полчаса Докладывайте лично мне Мы готовы Привет Он что тут делает Я запретил Тебя даже думать О конвое Мелитеха Так ты дружка Позвала Чтобы все провернуть За моей спиной Да Ага Поэтому я и попросила Ви Чтобы он Перед тобой Покрутился Думаешь Я вообще не понимаю Что здесь происходит Нет Ну правда Сол Ты хочешь Чтобы этот Василиск Просто Ускользнул из наших рук Именно Это же такой шанс Какой Шанс загубить все Ради чего мы приехали Хочешь Чтобы нас всех Положили на месте Блин По нам Ну хоть ты скажи ему Я уже пыталась Просто забей меч Люди из биотехники Будут здесь Через час Постарайтесь За это время Не налажать Офигеть Будем теперь Траву в зеленый цвет Красить По его приказу А что такое Этот Василиск Бронированный Грузовой панцер Мелитеха Корыто Откуда-то Из шестидесятых Его хотят Спихнуть В какой-то стране Третьего мира Где он будет считаться Новейшим чудом техники Конвой Мелитеха Поедет совсем рядом По 101-й трассе Грех С ними Не поздороваться Неужели Стоит ссориться С Солом Из-за панцера Да С Василисском Мы сможем Наконец вернуться В большую игру Семья Разваливается Если мы Упадем в яму С биотехникой Нас перестанут Воспринимать Всерьез Окей То есть ты реально Позвала меня Чтобы провернуть Это за спиной У Сола Кэссиди Тед Кэрол И Боб Уже согласились А почему Кстати Сол Так очкует Из-за этого Василиска Боится Что Мелитех Нас раздавит Если мы Их Обнесем Ему Кажется Что С корпорациями Лучше Дружить Как с биотехникой Просто Б***ь Ага А вы бы наоборот Хотели Мы бы хотели Вернуться к тому Что умеем Лучше всего К перевозкам То есть Контрабанде Я так и сказал Как вы хотите Перехватить Василиск Спасибо Ви Эй Разве я сказал Что согласен Угу Пойдем Поговорим С остальными Получается На операцию Согласились Только 4 ветерана И все Других Мы даже Не спрашивали Слишком большой риск Что кто-то пойдет Но стучит Соло Только ветераны Понимают Какие возможности Нам откроет Василиск Опасная Эта затея Да ладно Ничего опасного Этот караван Даже охранять Особо не буду И вообще Неужели Ты не хочешь Внести свой вклад В дело мира На планете Если ничего Не сделать Этого зверя Отправят на войнушку Куда-нибудь В банановые Республики А мы Найдем для него Дело Прямо здесь В Америке Снова пытались Убедить Соло И ничего Не вышло Ага Так Слушайте все Мелитех Будет перевозить Василиска По частям На двух Грузовиках Погоди Чего у тебя Голос-то дрожит Иди нахер Мы встанем Уже до переезда Через трассу 101 Нападем сзади И быстро Оттуда смоемся Вопросы Мнения Замечания Ты молодец Солнце Угу Крат Ладно Я с вами Окей Спасибо Сначала Заедем на станцию Там стоит локомотив Им мы заблокируем Переезд Поедешь с нами Или встретимся там Поеду с вами Ну и круто Поехали А голос-то у тебя Дрожал Неправда А, да ладно Спотели ручки-то Да иди ты Ты точно не оставил Вы следов Мелитех Ничего не заметит Ты что Во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей Я ничего не спрашивал В лагере точно не заметят Что вы уехали? Соло так не хочет Нас там видеть Ему надо во второй раз Произвести хорошее впечатление На биотехнику А ваши унылые рожи Их не впечатлят Это как пицца А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Соло так думает Расставил часовых По всему лагерю А тебе не нравится? Мне не нравится Что он лечит симптомы болезни А не причины Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю Мне не хватает ощущения От этой новой жизни Свободны Но я его всегда отравляла Чувствую, что свобода бессмысленна Если ты одна Да Я тоже не сразу к этому привык Хотя Почти никогда не оставался один У тебя кто-то был? Настоящий друг Его звали Джеки Он бы точно тебе понравился Джеки Я запомню Вот это мохи Если тебе так нравится Давайте угоним поезд И успокоимся Может, ну нахер этот Василиск? Действительно Будем ездить по путям до 101 А потом обратно Соло даже уговаривать не придется Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу Где у них встреча с покупателем Мы должны будем их поймать на переезде Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень Кэрол ее взломает Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки Чтобы им управлять Мне кажется, вышка давно обесточена Мы этим займемся Вы с Панам пока поищите код авторизации Ну что, пора за работу Тебе помочь? Конечно Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты Ого, вот это скорость Топаем по лестнице Я всегда любила поезда И станции, где соединяется много путей Прикольно, когда рельсы сходятся Да, точно Когда смотришь на них сверху, чувствуешь Свободу Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно Наверное, чуть проще Надежда Так, мы на месте Кэрол Что нам надо найти? Тверхокарты Что это? Тверхокарты Средами в дырах Поможешь их найти? Само собой Здесь нет Так, так, так Кажется, нашел Ага, отлично Кэрол Мы нашли карту Что дальше? Вставьте ее в Риде Ну чего там? Ви, вставляй уже карту Ну попробуем Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог Ви Я хотела с тобой поговорить Я скучал по тебе А, да? А, то есть... Не, погоди, погоди Мы обычно так не разговариваем Никогда не поздно начать Окей Валяй Шучу я Слушай, Ви Я догадываюсь, к чему все это идет И тебя что-то смущает? Нет, не в этом дело Я тоже хотела про это поговорить Только... Не так прямо Я собиралась сделать круг Прощупать почву А потом обратно спрятаться в свой домик Предлагаю пропустить щупание почвы Что теперь? Я бы не хотела сейчас обнажаться Пока у тебя получается Это потому, что я еще даже не начала Обычно я сначала делаю, потом думаю Да-да, я заметил Я знаю Понимаешь, для меня важны импульсы Когда я действую интуитивно Тогда я типа честна Но с тобой, Ви Я хочу быть аккуратнее Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог И я боюсь сказать или сделать что-то глупое И остаться одной в пустыне Я лучше просто буду рядом Пусть даже как друг В следующий раз Иди за импульсом Окей В любом случае Я тебя предупредила Думаю Нам уже пора возвращаться Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да Кэрол время от времени проверяет их каналы связи Все идет по плану По крайней мере пока Давайте еще проверим Заприсядь на минутку, пожалуйста И успокойся У нас все под контролем Конвой едет прямо к нам в руки Из-за Соло волнуешься? Ты так паникуешь Будто ты первая, кто вышла против Соло Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать А я знаю этого человека? Знал, Скорпион Он вернулся с войны накрученной В голове полно идей Куча новых контактов Стал убеждать Соло Объединиться со змеиным народом Типа чтобы стать сильнее Он мне никогда про это не рассказывал А что Соло? Отчитал его перед всеми За то, что сеет смуту в семье Потом целый год не давал ему Ни одного заказа Вот уж утешил, спасибо Ты сказала, тебя не надо утешать Давайте-ка выпьем за Скорпиона За Скорпиона За Скорпиона Немного поспать Давай, наш конвой в ближайшее время Все равно не приедет Как-то вдруг Прохладно стало Неправда Но это мило Может, тоже немного поспишь Я лучше просто рядом с тобой полежу Подумаю Посмотрю на звезды Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке Конечно Вот тут Большая Медведица А вон там справа, видишь, звездочка бегает? А, да А видишь, да? Это значит, что у Большой Медведица течка Спокойной ночи, Виль Окей, они подъезжают Ну что, все готовы? Поехали, Виль Они едут быстрее, чем мы думали Не уверены, что нам хватит скорости Отцепим один вагон, быстрее пойдет Винни, тупи, расхерачивай сцепку Мы близко, но скорость слишком узкая Стреляй в эту чертову сцепку Зашибись Я их вижу Отрежем их, окружайте Ну что, парни, забирайте грузовики Двели заводницы, Тедди Они об этом пожалели Четыре Нет, пять машин Здесь заело, что ли? Перегруппироваться Давайте быстрее Быстро, быстро Митч, Боб, вперед! Все идет по плану Ладно Будьте осторожны Поезд отправляем Окей, погнали Ну, понеслась Черт, сработало! Само собой Я же еще тогда говорила Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как Радуйся, что тебя не подписали Собирать этот чертов конструктор Эта великая честь достанется Митчу и Тедди Так, я потеряла канал Мелитеха Пиджаки наконец поняли Что их прослушивают И сменили коды Как раз вовремя На мой вкус Если хочешь, я с ним поговорю Не, спасибо Хочу сама разобраться По нам Ну, понеслась Объясни, что это такое? Сам видишь, что это Василиск Я вижу два грузовика С логотипами Мелитеха Черт, по нам Они видны за много миль Ты думаешь, у семьи без этого Мало проблем? Стелеты могут напасть В любую минуту Теперь нам еще и От Мелитеха прятаться Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно Прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск Хотя бы, чтобы вспоминать Кем были Аль-де-Кальда Или может, чтобы было Чем защищаться Когда на нас опять Кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой Мы соберем семейный совет И обсудим твое поведение А пока уберите С моих глаз Эти грузовики А Василиск? Мы можем его собрать? Делай, что хочешь Только мне не попадайся Боб, Миш, поставьте грузовики Позади лагеря Надо их разгрузить Ладно А что нам потом с ними сделать? Оу, у меня есть идея Ничего себе Ви, как раз вовремя Привет, гуру Для начала Вирус действительно работает И намного лучше, чем я ожидал У нас есть глаза и уши В комнате охраны Я проверил камеры И теперь знаю, на каких позициях Сидят снайперы Их трое Их трое Нужно нейтрализовать их всех Пока они не сделали это со мной К ним можно пройти разными путями Первый близко С ним проблем не возникнет Со вторым хуже До него надо сначала добраться Ну и, наконец, третий из них Спрятался на мосту над улицей Мы вот здесь Платформа Ханако-Сама Остановится здесь Рядом будет аварийный выход Через который мы уйдем в конце С этих точек Ты сможешь увидеть весь парад Как на ладони Только осторожно Снайперов обзор еще лучше Если они тебя заметят Бам! И нет вора И это не самое страшное Я должен буду запрыгнуть на платформу Залезть внутрь Через окно И встретиться лицом к лицу С Ханако-Сама Последнего я боюсь больше всего Ну как? Все ясно? Ты готов? План не выдерживает никакой критики Но другого у нас нет Верно Спасибо, что согласился Спасибо, скажете, когда закончим Пора на исходную Хорошо Жди моего сигнала Удачи вам, Гора Я на позиции Платформы только что запустили Двигайся незаметно Иначе к тебе слетятся боевые дроны Еще я заметил Нетранера в униформе Арасаки Она прячется где-то здесь Понял Я готов Ну что ж Начнем Разберись со снайперами До того, как появится Блатформа Ханако-Сама Ты уже близко Он почти что перед тобой Он следит за толпой Назад не смотрит И очень даже зря Полвека спустя Найдсити снова станет свидетелем Гора Я снял ближайшее Тебе нужно попасть на балкон Около зеленой стрелки И сесть в литр По мосту наверху Ты перейдешь через улицу Слишком хлипкий этот мостик Ты уверен, что Такамура не хочет тебя так элегантно обнулить? Чуть не упал Осторожно Не привлекай внимания Я был прав Молчание Это не просто Это отбук Покажем вам плане ценности Которую мы всем засняли И полвека спустя Найдсити снова станет свидетелем Как испытания Делаем терпорат Замы Потому что Высок Высок Цель поражена Да Именно так Принято Вот кажется и все Кажется да Очень хорошо Осталась одна проблема А какая еще? Нейтронер Арасаки Она взяла под контроль Все сети Надо от нее избавиться Иначе у нас не получится Перехватить платформу Она прячется в недостроенном доме Недалеко от позиции второго снайпера Хорошо, идут О, плохо дело Давай, Ви Я ее отвлек Отключи ее Хватит работать Пора отдохнуть Как же без вас-то? Нет, ты не оставляешь Не выбирай Не выбирай Еще не болит Не заберем Ты за это заплати Да Это Не точнее Не дал Неделник И за это заплачешь! Я. У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью. Ладно, сегодня вам повезло. Так, все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Отслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. О, да. О, да. Горо, система заблочена. Можем начинать. Горо, система заблуждена. Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы помним жопу. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Дома ждет. Эй, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж. Номер 303. Постучи четыре раза. Быстрее. Как я выгляжу, пора выходить. Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей... Чай? Да. Она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Йоринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Я был в компеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Что, вам настолько по***тые слова? Ханако Сама, прошу простить его. А вы вообще молчите. Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличный вор, но тут такое дело. Я украл у вас сраный био-чип. Вставил в голову, получил пулю и умер. Ты... умер? Да. Теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд. И я сделаю все, чтобы от него избавиться. Так что мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако Сама. Он свидетель преступления, которые совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с пио-чипом. Ханако Сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Это теракт. Назям на хуй не двигаться. Это последний шанс х***аться. Так и можно. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба. Они в коридоре. Открыть огонь! Что за хрень? Не смей падать в обморок. Ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет. Под матрасом старые шприцы. Толчок забит. Нет, серьёзно. Кто х*** езжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует х*** в городе. Кому нужен мотель посреди х***а ничего? Я скажу тебе... Два сраных неудачника. Нас могли обнулить ещё, когда Такимура похитил Ханака. Ага. Вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в огребную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к х***ам. Мне не усралось закончить, как Такимура. Слышишь? Тачка? Да, тачка. Б***ь. Только один? Палец на спуске, Ви. И не звука. К двери не подходи. Я же знаю, что ты там. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель? Или всё-таки откроешь? У меня оружие. Так что без фокусов. Наконец-то. Фу, б***ь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последние звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнётся. Что начнётся? Это кукла. Или Прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Моё мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обмануть. Я верю тебе. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Горо был бы всё ещё жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанёс удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне всё, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своём роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдёшь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашёл вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для учёного. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман ещё жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Иросаки не убегают через Чёрный Ход. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его изменённые версии. Хм, она должна нам пригодиться. Это всё, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я своё отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Иросаки. Мы получили, что хотели. Тебя от Прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Ещё вчера Ханак жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город. Брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала Прокси. Она одна. Ей страшно. Ещё больше, чем нам. Ага. Щёлк. Что? Что ты там щёлкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Ещё что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Так, приготовься. Джонни! Ты ещё не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идём. У тебя в руке был псевдоэндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твоё спящее я старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херния? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял её раньше. Ты сомневался. Каждый раз, когда ты хотел закинуться, тебя начинала мучить совесть. То есть у Джонни Сильверхэнда всё-таки есть совесть. Слушай, давай не будем об этом. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привёл. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твоё? Было раньше. Теперь уже твоё. Зачем ты мне их отдаёшь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придёт время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моём обещании. Я... Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Было бы у меня больше времени. Да-да, ты бы сделал из него грёбаный ракетоносец. Я знаю. Ну как, всё готово? Привет, Ви. Ещё не всё. Мелитех мог оставить в системах лёд. Кэрол проверяет. Пиджаки ещё не обращались к вам насчёт потери? Нет. Думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилет. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь по дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай. Всё готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот чёрт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Всё нормально. Я сейчас разберусь. О, да! Это не самая новая модель, но Митч и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Теперь я понимаю, почему эти штуки зовут гробами. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василис как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцер при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Тебе понравится. панам а это все так и задумано нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время скоро все будет нормально вот видишь о начинаю понимать что ты имела в виду осваивайся да не бойся я не смотрю просто сделай пару кругу окей что-то я гляжу тебе скучно тогда направь его вдоль ветряков когда скажу повернешь предпоследнюю вправо или влево ладно на право что у нас в меню чудо не жди василиск это прежде всего грузовой транспорт но все равно должно быть весело так подарили вон те машины что происходит Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так чувствуешь? Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Вообще не высердят не яркие. А вот так? А вот так. А-а-а! А-а-а! Что такое? Ай, ***. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это стилеты. Целая стая приехала разбираться. Перехол. Они здесь тоже, Сол. Их много! Разберись с ними и сюда. Поможешь оставим. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Мы почти на месте. Давай. Вижу по нам. Этих говноедов ждут большой силы. Окей. Готовься жарить. У вас там все? Да, мы с Турции, я попрошу. Поздравляй. Парад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью вместе со мной. Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я же... Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Окей, окей. Ну тогда... Довольно много придется поменять. Да? И для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Мелитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альдекальда. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, сколько их мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Что теперь, босс? Понятия не имею. Серьезно. Ни малейшего. Сол-то оказался нормальным. Все было напрасно. Придется импровизировать. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам. Что ты? Останься. Поехали с нами. Это не так просто по нам. Не просто? Ты или хочешь, или нет. В этом и проблема. То, чего я хочу, сейчас вообще не важно. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим. Обещанно. Ви? Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Где? Где это мы? Ты потерял сознание. Надолго. Мы забрали тебя с собой. А куда? Мы перенесли лагерь. Ты в безопасности. Все под контролем. Нет. Ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь. Кровь. Потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Ты знаешь, Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Долгая история. Я взял заказ. Пробеду. И теперь у меня в голове живет конструкция Сильверхенда. Херня. Он тоже не в восторге от всего этого. Оказалось, мы несовместимы. И это проявляется все отчетливее. Ты правда не шутишь. Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше. Правда. Погоди. Я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Митч. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке. Спасибо, Митч. Но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Ты, помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая з***очка нас подставит. Знаю. Я буду осторожен. Ну да. Никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Ханако-сама гоу мачта. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить? Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что мы его отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Я думал, мы будем обсуждать дела. Да, конечно. Ты принес души губ, как мы и договаривали. Держи ствол наготове, и ни слова. Души губы у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоше. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть. И она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити. Под Иросака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Вали, не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись. У нас мало времени. В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы Воросаки все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Говорите. Я хочу, чтобы вы не были. Ханако. Я-ка-сама. Я-ка-сара. 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 Ему-а. Я-ка-сара. Я-ка. Я пойду тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания. Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от Конструкта. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать. Не, ну, мне скоро нужно будет вернуться, иначе я навлеку на себя подозрения. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. И я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорее. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идёт кровь. Кажется, твоё время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Не волнуйтесь. Я скоро... Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Что я делаю? Показываю тебе, что такое внезапно оказаться в ловушке. Я просил. Я предупреждал. Но тебе похоже на меня насрать. Зато ты не против бежать на поводке у этой фарфоровой... Тебя что-то не устраивает? Мы же добились своего. Нам сказали... Где вход в Микоши? Ну да. Подарасака Тауэр. Только что нам это даёт? Что? Что это нам даёт? Не хочешь долбиться в дёсны с Ханака? Понимаю, я тоже не хочу. Давай забьём на неё и сделаем, как мы любим. Звякнем кое-кому. Соберём оружие. И просто вышибем с ноги дверь в Арасака Тауэр. Ты... Хочешь устроить налёт на штаб Арасаки? Господи, посмотри на себя. Ты же еле на ногах стоишь. Чёрт, подёртся. Б***ь, опять отрубаешься. А? Ну что? Нет, ты ещё в мире живых. Пока что. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик? Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришёл, так что я накачал тебя. Бета-галл-передол. Но светочувствительность – это хороший знак. Зрительные нервы, они повреждены. А как? Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал мести до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся отобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чём дело. Ты дошёл до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Вик, если хочешь что-то сказать, говори. Сколько это ещё будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы. Понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро я начну. Нет. Начинай сейчас. Смотри. Видишь вон тот столик? Да. А что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Висти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдёшь на второй план. Или пойди другим путём. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдёшь эти несколько метров, дальше надеяться придётся только на себя. Ну вот. Это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне... Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Слух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Ах... Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ви, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарства и вперёд до победного. Спасибо, Вик. Ви, я слышала... Обязательно. Ну... Держись тут. Твои мысли. Удачи. Да, неловко вышло. Извини. Правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чём? Увидишь. Пойдём. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и всё, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентину. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока всё не обмозгуешь. Побыть наедине с собой в последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я ещё здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, всё пойдёт по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колёса подождут. Я позвоню по нам. По нам? Просто хочу её услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. А-а-а, алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который чинс? Я ненадолго. Просто... Хотел тебя услышать. Интересно, это время выбрал для звонка. Ладно, в чём дело? Я сегодня... Должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говорить, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить ещё раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты ещё что лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали *** на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Вот-вот. А теперь мы с тобой сидим, как ни в чём не бывало. И любуемся видами Найт-Сити. Вот только жаль мне, что я не увижу, чем всё это кончится. Спасибо. По-твоему, значит, я всё просру? Да не ты. Все остальные. Слушай, хочешь взять в помощники Панам и её гудронных крыс? Окей. Но их смерть будет на твоей совести. Хотя даже это в тысячу раз лучше, чем поверить гнилым обещаниям и продать душу Арасаке. Попробую попросить помощи у Панам. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Я возьму с собой Панам. Чувствую, ты ещё пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь? Может быть, это мой последний налёт. Я хочу видеть, что происходит. Всё чувствовать. До встречи в Микоше. Джонни? Ну всё, я один. Ну что, готов говорить? Готов. Вот так-то лучше. Рассказывай. Мне нужно в Арасаке Тауэр. Сейчас. Куда, прости? Я серьёзно. Помнишь, я говорил про Джонни? Если сейчас ничего не сделать, я умру. Так-так, слей топливо. Причём тут Арасака Тауэр? Это их технология. Под башней должна быть точка доступа к цифровой... Как бы это сказать? Тюрьме душ. Тюрьме душ? По телефону это звучит тупо, я знаю. Тюрьма называется Микоши. Только там я могу отделиться от Джонни. Других вариантов нет. Ещё раз, на всякий случай. Ты звонишь мне посреди ночи, чтобы я помогла тебе попасть в Арасака Тауэр. Иначе ты умрёшь. Ну да, что-то вроде того. Окей. В смысле, окей. Где ты? В клинике Вика. У Риппера? Ага, я знаю, где это. Ты только не умри, пока я еду. Могу попробовать. Круто. Не уходи никуда. Ясно? Я скоро. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи. Подождём вместе. Раз ты всё равно ждёшь, может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределённость — это зло, и гадают, чтобы от неё избавиться. Другим кажется, что всё зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное — знать, что идёшь верным путём. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твоё будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнём с тебя, Ви. Шут. Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберёмся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребёнок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевёрнута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это сто процентов, Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. Влюблённые. Слава богу. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Ви. Джонни, ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? Почему? У тебя странный взгляд. Нет-нет, всё в порядке. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Кажется, это за тобой. Да, эту тачку ни с чем не перепутаешь. Ты меня напугал, до усрачки! Разве тебя что-то может напугать? Эй, мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорей. Нас ждут в лагере. Удачи тебе там, Ви. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? А, вроде да. Это радует. Напугал ты нас. Отрубился по пути, растолкать не могли. Похоже, тебе и правда становится хуже. А нам велела мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу тебя к ним. Ну что, Ви, говорят, скоро начнется война? Боюсь, у меня нет выбора, Митчи. Ну, похоже, что и у нас его нет. Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. А они знают, какая у нас цель? Посмотри вокруг, Ви. Это мелкие налетчики и контрабандисты. Реальный боевой опыт есть у горстки ветеранов. Поэтому пока они знают то, что он должен знать. Мы помогаем тебе. Нормальный план, не мыть и воду. Давай без этого. Мы посылаем семью на смерть. А то, б***ь, не в курсе. Но ты, как всегда, уверен, что все можно исправить просто, если вынести мне мост. Ви, наконец-то. Ви, как здоровье? Да что ты вдруг сморила, ничего такого. Я так понял, вы тут план сочиняете? Осталось подогнать некоторые детали, но в целом мы уже прикинули, что и как. Вот, сам посмотри. Мы рассмотрели несколько вариантов. Но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр. Мы пророем туннель. Прорыть туннель? Под Росака Тауэр? Да, звучит бредово, но глупо упускать такую возможность. Корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии. Сечешь? Он, правда, под охраной Мелитеха, но с этим мы справимся. Если попадем в туннель, то до фундамента Росака Тауэра останется около 800 метров. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько минут. Скажи, ведь неплохо. Главное попасть внутрь, дальше будем импровизировать. Охрана, систему безопасности, кратчайший путь в Микоши. Эти вопросы придется решать на месте. Ну, что скажешь? Вся эта операция, по сути, рейд в тыл врага. Мы начинаем войну. И не только с Росакой. Так оно и будет. Я подвергаю вас, всех вас, огромной опасности. Так что, если вы откажетесь, я пойму и не обижусь. Ты пришел к нам за помощью, и мы решили тебе помочь. Обсуждать это больше нет смысла. Вот именно. Лучше возьмемся за работу. Поговорю с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Митчу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Мелитехом. Зайди к нам попозже. Пока оставлю тебя в когтях Соло. Только не решайте ничего без меня. Тебе что-то еще нужно? Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это... Искин из-за Черного Заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я ее вежливо попрошу. Да блин, Вин. Короче, ладно. Мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Вот именно. Куда ни придем, мы везде чужие. На своей же земле. Каждый штат теперь считай сам себе страна. Думаешь, раньше было и ночью? Единство... Парни... Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вылет Камикадзе. Заканчивайте тут. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи, красота, ты за штурвалом, а по нам стрелок. Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгоним. То есть железо военное. Но как вы умудрились запихать все это в панцир? Ну, это не сложно. Мы со Скорпионом на войне и не такое проворачивали. Завтра выпустим этого зверя и своими глазами увидишь. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка. Калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки. Установка рабочая, тут все путем. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло. Дакота нам немного достала. Не спрашивай, как. Привет, Дакота. Я Ви. Мы не знакомы. Чемай, брат. Чего тебе нужно? Мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Там будет зашифрованная борда. Мне надо, чтобы меня не засекли. Аппаратура справится? Он еще спрашивает. Я направляюсь на фронтир, Дакота. У тебя есть все, что нужно, чтобы пробиться на ту сторону. Не бойся пытливых глаз. Ванна со льдом. Обожаю. Привет, Карл. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Готов? Не знаю, сколько это займет. Что бы ни происходило, не пугайся. Ладно? А если ты будешь на грани обнуления? Ну, все, поехали. Иди по векторам, брат. Привет, Альт. Ты пришел один. Джонни пока недоступен. Пока? Значит. Ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. Мне нужно было встретиться с тобой. По-другому это невозможно. Только так. Через подавление. Ты это можешь? Быстро учишься. Вик? Извини уж. Я здесь не для того, чтобы обсуждать Джонни. У меня мало времени, Альт. Мне нужна твоя помощь. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мертвых. Теперь вопрос, что дальше-то? Думаешь, ты обманул смерть? Ведь эта смерть обманула тебя. Ты не здесь, не там. Лишь у Микоши ты начнешь это понимать. Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому бремени никто не бывает готов. А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Хватит трепаться. Давай к делу. Я переслала нащепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасное соединение. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лед вокруг каждой. Это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит и небольшого просвета. Используй щенку в Микоши. О безопасности я позабочусь. До встречи. Мы его вернули. Карл, щепка! Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти до 40. Аппаратура начала беситься, как от вируса. Очень злого вируса. Что тут произошло? Как что? Ты мне аппаратуру поплавил. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать. Ты точно в порядке? Зашибись. Ну, это хорошо. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони, нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Охренеть. Убери это от меня! Спасибо, Дакота. Не за что. Загляни к Солу. Он приходил, искал тебя. Иду. Сол, ты хотел поговорить? Залезай. Что, мы куда-то едем? Ладно, Ви. Дело очень простое. Мы, все, кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считай, из другого мира. Проси по нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью, Аль-де-Кальто. А для своих семья всегда сделает все. Готов? Я готов. Теперь ты один из нас, Ви. Ты Аль-де-Кальто. Круто, что ты теперь с нами, Ви. И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Приветствуем нового брата клана Аль-де-Кальто. Добро пожаловать в самую проблематичную семью на планете. Классный курт. Видали? Ему нравится. Слушайте, как только вернемся из Микоши, надо будет это обмыть. Я знаю хорошее место. И всех угощаю. Ловим нас, лови. На самом деле это просто формальность. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби. Мечу тоже, не говоря о панамах. Да иди ты. Но вообще, Солфрак, будем честны, для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем, что надо, и отдыхаем. Рейд рейдом, но это твой вечер. Ну что, наслаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить? И испортить все веселье? Ты в своем уме. Все в порядке? Да. Не волнуйся. Все путем. А куртка тебе как? Не жмет? Села, как влитая. Вот просто надел и пошел. А ведь так и есть. Ты заслужил эту куртку. И доверие Аль-де-Кальдо. Спасибо, пана. Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. Ух ты, а тут хорошо. Угу. Тебя что-то мучает. Расскажи мне. Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Да ничего меня не мучает. Прекрати. По нам. Слушай, ты... Прошлой ночью я не смогла заснуть. И сегодня вряд ли удастся. Что тебя мучает? Дай-ка подумать. Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть. Вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться. Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться. Люди в нас сомневаются, я ведь вижу. Но все равно все уверены, что в случае чего по нам их вытащат. Конечно, ведь кто же еще? Ты чувствуешь ответственность за них. Это вполне естественно. Меня пугает вовсе не ответственность. Я просто трезво смотрю на ситуацию. Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня. Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет. И я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти, если завтра что-то пойдет не так во всем. Я жалею, что тебя в это втянул. Прости. Слышь, перестань. Вы приняли меня в семью. И чем я вам отвечаю? Веду вас прямиком в ад. С моей стороны это нечестно. Нечестно с самого начала. Нет, знаешь, что нечестно? Требовать от меня, чтобы я успокоила твою совесть. Не надейся. Все уже. Вместе в это ввязались. А, да, ты права. Ви? Да? Ты не боишься смерти? За тебя я боюсь гораздо больше. Иди ко мне. Я бы с тобой так до утра просидел. Ну да, и я. Ты не представляешь, как мне это было нужно. Ладно, пошли уже, а то жопу отморозим. Сол вернулся. Идем. Может, у него есть новости? Вот красота. Так бы стояла и спотрела. Но лучше не заставлять их ждать. Баки полные. Вода залита. Снаряжение на месте. Можем выдвигаться. А остальное? Если все накроется, нам придется по-быстрому сниматься с лагеря. Вроде все готовы. Насколько это возможно? Такой рейд для многих впервые. Думаю, Митч им все разъяснил. Мы только что вернулись из-за разведки. Тебе надо это видеть. Спасибо. План простой. У нас две цели. Первая – проникнуть в Росака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши. Вторая – по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники. Это решит наши финансовые проблемы. В Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы Аросака Тауэр. Для этого надо пробиться на стройку Магливаного туннеля и угнать ДПК корпорации Найт. Важная информация. При помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест. Проникнем через эту долину. Вряд ли они ожидают нападения. Но действовать все равно надо быстро. Важно снять охрану, прежде чем они успеют предупредить своих. А если не успеем? Вот тогда пригодится Боб и его глушилка. Надо подобраться к их антенне и включить сигнал. Будем честны, надолго их это не задержит. Надеюсь, этого времени хватит. Есть у них дроны, система раннего оповещения, всякое такое? Это не Форт Нокс, но все-таки. Найт пользуется услугами Милитеха, так что все может быть. Патрули наверняка будут. Но у нас дроны тоже есть. Тедди будет следить, чтобы предупредить нас вовремя. Вокруг стройки стена. Наш панцер сможет выбить ворота? Да сможет легко. Пока все неплохо. Что дальше? Внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением. Этим займутся Мич и Кэрол. Запустите бур, и дорога к подвалу Марасака Тауэр будет для нас открыта. Оттуда Випа нам и я проходим на уровень лаборатории и ищем доступ в Микоши. А пока будем делать подкоп, там можно ждать сюрпризов? Если все пойдет как намечено, никто не успеет заметить нашего присутствия. Если хочешь еще осмотреться, пожалуйста. У нас есть время. Ну, вот и все. Ви, ты готов? Готов, конечно. Все все знают? Ну, тогда заводим моторы. Ну, пора в путь дорогу. Колонна Альда Кальдо. Вот это я понимаю зрелище. Ага. И лишь пустыня может быть прекраснее звездного неба над головой. Ви, поезжай со мной. Все меня хорошо слышат. Я установил общий канал связи. Специально для вас из пустоши. В прямом эфире. Беди. Ладно, ладно, молчу. Ты дрон запустил? Птичка порхает и щебечет. Вы находитесь на территории преднадлежащей корпорации «Милитех». Покиньте территорию. Повторяю, развернитесь и покиньте территорию. У меня все плохо! У меня все плохо! У меня все плохо! Бобби, твой черед. Глушилка там наготове? Конечно. Раздаемся. Не проверила. Удачи. Все системы работают. Проверяю. Нитроинжектор в порядке. Пушка тоже рабочая. Да, мы готовы. Ну, тогда погнали. Питание на срывах. Психосистема отключена и от сети. Можно это починить? Так что, прямо сейчас. Черт! У нас проблема! Вся электроника вырубилась! Фи! Избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь. Я собью дроны. Ты займись панциром. Черт! Да что ж за подстава-то? У нас возгорание в кабине. Матушин, реально? Если нет, вылезай! Господи, народ. Вы где? Нету строчевых передатчиков. Куда вы делитесь? По нам. Какие новости? Турпич? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Сол! Они уже знают, что мы пришли в гости. Дроны летят прямо на нас. Нам нужно еще время, Бобби. Ты продержи себя. А у меня есть варианты. Работайте. Обо мне не беспокойтесь. Система заработали. Можем ехать. Все, Бобби, панцир снова на ходу. Держись, мы едем наконец-то. А то было уж совсем круто. Последний остался сучонок. Меня выцеливает участка... Бобби! Господи боже, Бобби! Бобби, прием! Нам надо... Прости, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Все. Ви, наш панцир. Он долго не протянет. Я чувствую питание. Скоро вырубится. Хорошо. Прости, Митч. Мы внутри. Я же говорила, что систему подыхают. Тяга, баллистика, ракеты. Как доминосы сыплятся. Что-нибудь можешь сделать? Попробую. Только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай. Помоги нашим. Мы прикроем. Только давай скорее. Спасите меня, кто-нибудь! Скоро, а есть хоть и был шанс, что он... Скоро ты понял? Нет, право. Поехали дальше. Мы уже близко. У вас все в порядке? Лучше некуда. Ну что, наш черёб? Ты присмотри за ними. Хорошо. Наверху должна быть диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК. Вижу терминал, подключаемся. Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож спустя масло. Так, ну что, запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Аросака Тауэр. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. У нас гости. И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста! Ёбанки, их прижимает! Чёрт! Похоже, там направление задано автоматически. И как ты уговоришь его повернуть? Старым обходным манёвром. Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную. Есть! Работает! Ну тогда поехали! Наступают справа! Митч, что там у нас? 11%! Чёрт! Обогустрей! Круто! Продолжение следует... Круто! Поехали! Вперёд! Подай ему! Вроде это сейчас. Вам верить не могу, удалось. С одной-то моими головом в систему запустились. Надерём им в заднице. Садись, Ви. Быстро! Мы едем. Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за митчем и Кэрол и разберёмся со штуцом. Надо перехватить милитеховские железки, иначе они двинутся прямо на наших. Чёрные аппараты! У них подкрепление! Мы справимся. Как вам это, говнюки милитеховские? Слушайте, мы добрались до льда. Кэрол его раскалывает. Медленно, но продвигается. Ви, милитех пригнал ещё железо! Ви, милитеховские железки, ищем на крепко пассажировых кругах. Мы пока соображаем, где разместить заветы. Нам нужно ещё время. Мы тоже не дурью маемся. Постараемся задержать их, сколько можем. Работайте! Сейчас. Твою мать! Мы их уделали! От них только угольки остались. Сол. Будь уверен, после таких подвигов подзербои вас примут не гляня. Отличная работа, Ви, спасибо. А теперь, если не возражаете, пора снести очень большой шлюз. Катер-этилиста! Стол права. Кэрол, вы с Кэссиди остаетесь в двух посту. Ясно. Митч, пойдёшь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно, оставляю на автопилот и отключаюсь. Нургейт. Всё нормально? Чего приди? Всё пошло не так, как должно быть. И я боюсь, что будет ещё хуже. Психоз никому ещё не помогал. По нам. Если бы мы... Если бы я и ты... По-твоему, мои решения продиктованы тем, что между нами? Ну, немного. А ты догадываешься, насколько это предположение меня бесит? Наши отношения — это одно дело. А клан и Рейд — совсем другое. За своих людей я несу полную ответственность. Я. Не ты. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из плана. Сол сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Да. Альт. А кто это? Как ни крути, она самый крутой нейтранер во всём Найт-Сити. Вернее, была. Неужто вдруг взяла и сменила карьеру? Вроде того. А заодно место жительства. Но она нам поможет. Угу. А ты ей доверяешь? Да. Она поможет. А что, тебе что-то напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на неё, значит, я готова положиться на твой выбор. Всё получится. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Мы на месте. Далеко отсюда до Арасака Тауэра? Нет. Отсюда уже рукой подать. Давай уже поработаем. Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идёт по плану. Мы понятий не имеем... Ребята, что такое? Мелитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцер и возвращаюсь туда, к ним. С ума сошёл! Речи быть не может. Один ты панцер вести не сможешь. Только мозги свои тупые сожжёшь. А что, есть другие идеи? Это же наши, по нам! Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните бы этому кретину! Митч прав. Втроём ещё у нас есть шансы. А у них без Митча никаких. Ты точно уверен? Сол! Это верное самоубийство! Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют! Скоро увидимся. Кэрол, я иду к вам. Держитесь! Сол, он же... Понятно. Идём. Митч? Здесь я! Видишь, живой! Береги себя! Пожалуйста! Да что мне сделается? Вы сами там доберитесь живыми! До этого Микоши! Ну, понеслась! Отбой! Только бы больше ничего не накрылось! Подключайся и поехали! Похоже, двигатель перегрелся, когда сверло застряло в железобетоне. Ну что? Момент истины. Хорошо. Включился ручной режим. Увеличивая оборота. Не бойся. Лертится. Остану! Панам! Что такое? Панам, не молчи! Нет, нет, нет! Панам! Я здесь. Меня немного помяло. Но жить буду. Панам. Я уж думал, ты... Ничего, Ви. Всё в порядке. Сол! В туннеле пока чисто. Мне отвезти от Митчетта. Пока ничего. Я так и знала. Может, проблемы со связью. Пошли. Закончим с этим. Пошли. 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 Меня сейчас вырвет. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может вонить? Кто знает. Класс. Виль, что с тобой? У него опять приступ. Эй, Эй, Виль! Нормально все. Нельзя останавливаться. Кто-нибудь знает, где мы? Надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Не нравится мне это. Совсем. Думаешь, что-то серьезное? Конечно, серьезное. До вечера тут наверняка. Ты и ух ты обещаешь, Стоп! Но, но, спалились! Быстро! Окей, я на месте. Альт, мы в Микоши. Сколько времени тебе нужно, чтобы... Я думала... Чтоб меня... Получилось! Значит, мы можем идти дальше? В Микоши? Открыт. Эй, вы там целы? Пока да. Все хорошо? У меня да. У меня тоже. Пошли. 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 Осторожно, Вик. И... Сол? Я тоже ничего. Что тут не так? Это тишина. Только у меня сейчас мурашки. Что тут случилось? Что случилось? Микоши, что-то не так. Чёрный уровень опасности. Чёрная тревога. Все спасайтесь. Я вас прикрою. Но где это здесь? Мы дошли. От Микоши тебя отделяет всего несколько шагов. Кажется, ты наконец получишь свой шанс. Мы будем с тобой до конца. Аль-де-Кальда всегда держит слово. Кажется, что мы переходим. Нам надо... Ах! П***ня! Перегородный. Там мы. Давай-ка вместе. Сол! Сол! Аль-де-Кальдор! Кусак-кас! Сол! Сол! Аль-де-Кальдор! Нет! Я с тобой не знаю! Я с тобой не знаю! Ты пощадил он. Очень человечная. Отвратительная жалость на верстках. Тебя сильно ранили. Я под обстрелом. Живы, ты отсюда не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Адам Смэшер, я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхэнда. Ты сегодня убил хорошего человека. Он знал, на что шел. Сол не хотел идти, но решил поддержать меня. Он пожертвовал собой, ради друга и семьи. Тебе, тварь, никогда этого не понять. Силверхэнда. Я справлюсь. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, вводи в сеть и найди меня на той стороне. Давай, обоплись на меня. Да, пожалуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ману. Джеки! Теперь посыплются сочные заказы, Ману. Я прям чувствую. Где мы? Это сон, что ли? Все будет хорошо, Ви. Вот и видишь. Что с тобой? Почему ты так странно разговариваешь? Мистя знала. Она все знала. Джеки! Амиго! Неужели ты правда меня не узнаешь? Ману. Прощай, дружище. Увидимся в посмертии. Пойдем же мы с тобой вперед. По улочкам, где нас под небом вечер ждет. Что распластался, как под наркозом пациент. По улочкам наполовину молчаливым. В их шуме еще живы. Дешевые ночлежки, где никогда не спят. И кабаки с опелками, что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент. В тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уводим мы с тобой. Девушки отдыхают. Получилось. Я буду жить. Надо признать, твой план был хорош. Ты меня, конечно, кошмарил, Джонни. Но надо сказать тебе спасибо. Пока ты был со мной, я учился преодолевать любую х**. Теперь меня уже ничто не остановит. Я это чувствую. Серьезно? То есть насчет нас ты уже решил? Сначала надо поговорить с Альт. Где эта сучка? Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб, как только ты подключился к Микоше. Твоя баба времени не теряла. Я не его баба. Жаль. Джонни бы пошло на пользу, если бы вы были вместе. И это говорит такой же конструкт, который сидит в тюрьме Арасаки. В смысле? Я что теперь, я Энграмма? Ага. Как и я. И еще шутки будут. Значит, все кончено. Ты выполнила свое обещание. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт. Какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать миру. Давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Тебе осталось жить еще полгода. Может, немного больше. Нет, нет, нет. Должен быть способ. Мы можем что-то придумать. Твое тело будет считать тебя чужаком. Погоди, это же мое тело! Биочек изменил его навсегда. Теперь оно принадлежит Джону. Альт, дай нам минуту. Нам с Ви надо поговорить. Ну, охренеть. Все было зря. Все было бесполезно. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто. Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в еб... Ничто. А ты забираешь тело. И куда она может тебя увезти? За черный заслон. Чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. Неужели нет другого пути? Повторюсь. Джонни может забрать твое тело. А ты можешь пойти со мной. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех. То есть и для таких, как мы, не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. И если ты перейдешь его, то навсегда упратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понимаешь, Джонни, я хочу снова стать нормальным. Я хочу пожить еще. Пусть даже и не долго. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прощай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 О, хорошо помню эту дамбу. Тут все началось. Я тогда совсем тебя еще не знала. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Теперь знаешь? Пытаешься развести меня на сопливые признания? Да нет. На сопливые тебя не разведешь. Нет смысла говорить, что я о тебе думаю. Завтра мы отсюда уедем и начнем все сначала. И ты, и я. Вот тогда и спроси. Да уж поскорее бы. Жди нас, Аризона. Мы уже едем. Посмотри туда. Где-то там эти твари из Зарасаки пытаются понять, как они все потеряли. Скорее всего, когда-нибудь поймут. Но мы будем уже далеко. Они никогда нас не найдут. Это я тебе обещаю. Я знаю. Поэтому я хочу посмотреть на город подольше. Когда-нибудь буду вспоминать о нем с улыбкой. Ну, сегодня мы наконец развернемся и уедем навсегда. Мне кажется, ты можешь улыбнуться уже сейчас. А ты? Готов к долгой дороге по степям и пустыням? Не факт, что ты еще увидишь эти небоскребы. Мне казалось, тут мое место. Город знает меня. Я знаю его. А теперь меня тут уже ничего не держит. Со мной та же история. О чем я вообще думала? Видимо, мы с тобой думали, что здесь у нас получится найти себя. Да. А потом оказалось, что этот гребаный город как казино в кабуке. Я пошла ва-банк и все проиграла. Ну, почти все. Да, наверное. Хоть что-то в этой выгребной яме было хорошего. Я рад, что мы наконец отсюда уматываем. Еще будет шанс сделать ставку на что-нибудь другое. Блин, Ви. У тебя опять кровь. Ну, кровь и кровь. Не волнуйся так по нам. Ви, обещай мне. Как только мы приедем на юг, мы пойдем к моим контактам. Они починят. Что там надо починить? Вообще ни о чем не волнуйся. Нам еще границу пересекать. Мы и так много времени потеряли. Поехали отсюда. Сейчас. Постой. Посмотри на этот город в последний раз. Ну, если хочешь, конечно. Не спеши, я подожду в машине. Ну, прощай, Нэдсити. Спокойной ночи и удачи. Почти все наши уже пересекли границу. Они будут ждать нас на той стороне. А наши сувениры из Микоши? Если бы мы подъехали к воротам с таким оборудованием, нас бы расстреляли без предупреждения. У Арасаки свои люди на каждом блокпосте. Мы проверяли. Но не все дороги так охраняют. Арасака. Прямо дежавю. Я что-то не то сказала? Просто вспомнил про Джеки и про налет на Арасаку. Сама знаешь, чем все кончилось. Прости, Ви. Ты чего? Не извиняйся, ты же ни при чем. Тем более, теперь все будет по-другому. Я уверен. Есть штука, по которой я буду скучать. Это какая? Тайская лапша на седьмой в Хейвуде, вареники в доках. Серьезно? Ну вот поездишь с нами, тогда и поймешь, о чем я. Все, почему я мог бы скучать, я беру с собой. Ты как скажешь, так хоть стой, хоть падай. Но тебе же было приятно, скажи. Было, спорить не буду. Теперь ты со мной. Уж как-нибудь разгребем это дерьмо у тебя в голове. Я знаю. Банан, подруга, ты сбегаешь изнать Сити или едешь к бабушке на пирожки? Прибавь газу, а то буря тебя догонит. Иди ты. Митч, привет. Привет, Ви. Рад тебя слышать, Чумба. Как ты? Дай мне еще месяцок, и я буду как новенький. Говорил же, все со мной будет нормально. Ладно, Митч. После Микоши ты не очень-то и верил, что выберешься. И мы тоже. Он пару недель валялся в постели как овощ. Если бы не закаленные синапсы, точно отбросил бы копыта. Все-таки служба в панцирных отрядах не прошла даром. По-любому мы живы только благодаря тебе. Жалко, что Соло нет с нами. И Тедди, и Бобби, и Скорпиона. Уж они бы всыпали бы тебе за эти фокусы с панциром. А потом обняли бы так, что из тебя бы завтрак вылез. Я знаю, Панам. Я знаю. Они дали нам шанс начать все сначала. Главное его не просрать. Я рад, что ты едешь с нами. Скоро увидимся. Я не знаю. Чувствую запах озона, даже через кондиционер. Это та самая буря. Мы близко. Привет, Мич. Привет. Как насчет того, чтобы свалить отсюда нахер? Здорово. Как тут у вас? Все готово? Да, мы почти закончили. Ты нашел его, да? Там, где мы и думали. Значит, все идет по плану? Да, все на мази. Прибегай к нам, как будешь готов. Обсудим все вместе, что и как. Отлично. Тогда пройдемся по плану. Официальные КПП отпадают. Это ты сам понимаешь. Поэтому поедем по старому туннелю. Он рядом со стеной. Значит, вы нашли дверку в стене. Ловко. Скорее, не в Апот. Это старый туннель для контрабанды. Один из уцелевших. Да, непросто было его найти через столько лет. Зато теперь нас уже ничто не остановит. Туннель это прекрасно, но до него еще надо доехать. И что вы планируете делать с охраной на границе? У них там техника во всех направлениях и дроны в патруле круглые сутки. А может и что-то потяжелее. Не ссы. Мы знаем, что там и как это обойти. Кэрол и Кассиди отвлекут от нас корпоратов. Допустим, мы перебрались. Что дальше? Ну, для начала поедем в лагерь к остальным. А дальше уже все вместе двинем к Тусону. Там станет полегче? Я правильно понимаю? Мы знаем эти дороги как свои пять пальцев. А в Аризоне есть те, кто давно нам должен. У меня были сомнения, но, похоже, теперь можно не беспокоиться. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самому, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Спасибо. Ладно, пора выкатываться. А то еще бурей накроет. Мы готовы. Едем за вами по нам. Ну что, газуем? Тогда подключайся. Мы и так тут засиделись. Секунду. У тебя теперь новая жизнь. Ты должен начать ее как настоящий кочевник. За штурвалом. Поезжай прямо, огибай большие ямы. И не теряй с виду остальных. Я разберусь с нитро. Смесь будет идти прямо в цилиндр. Потому что безручной синхронизации нас разнесет к херам. Этого лучше бы избежать. До меня только что дошло. Что? Стена. Ее не было, когда я была мелкой. Я даже не думала, что ее построят. Мне тогда казалось, что на севере все иначе. Я думала, там меня ждет светлое, мать его, будущее. Я знаю, что было дальше. Когда ты оказалась по ту сторону, ничего не поменялось. И ты подумала, что в Найт-Сити уж точно все будет иначе. Да, и финал этой истории ты тоже знаешь. А теперь, как видишь, я возвращаюсь к началу. Блин, нет. Нет, на той стороне, быть может, все по-прежнему. Но ты-то изменилась. Сильно изменилась. Ну, может и так. Теперь ты умеешь, ты и... Я тепло. Ты готов? Я всегда готов. Тогда поднажмем. Давай, полный вперед! Они выпустили дроны. Кэрол, Гассели, поехали. Окей, сворачиваю назад и включаю грузы. Меня заметили. Сворачиваю на восток и увожу их от вас. Удачи, ребята. Увидимся на той стороне. С Нитро все окей. Побращайся с Найт-Сити. Это твой последний шанс. Мне уже нечего ему сказать. Заводи твое место за штурвалом. Ну, поехали. Как раз то, чего ты хотел. Твоя новая жизнь. Только не тормози по нам. Пожалуйста. Заводи твой. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА